Сегодня экспертно-аналитический клуб. Тема «Итоги 2022 года и прогнозы на 2023 год». Длительность нашего мероприятия, как всегда, мы будем стараться уложиться в 2 часа. Ориентировочно первый час спикеры отвечают на заявленные вопросы, а второй час у нас дискуссия. Свои вопросы спикерам или свои реплики вы можете писать в чат или поднимать руку, если вы хотите выступить. Напоминаю также, что мы ведем видеозапись дискуссии, но тем не менее у нас есть правило Chatham House. Если вы хотите сказать что-то не под запись, то, пожалуйста, предупредите нас до такой фразы, и мы вашу реплику из видеоверсии нашего мероприятия удалим. А наши сегодняшние спикеры – это Андрей Казакевич, PHD, директор Института политичная сфера. Андрей, добрый день. Добрый. Это Дмитрий Круг, экономист, старший научный сотрудник БИРОК. Дмитрий, добрый день. Это Вероника Лапутика, соосновательница исследовательского центра «Ист-Центр». Вероника, добрый день. Добрый день всем. Павел Мацукевич, старший исследователь Центра новых идей. Павел, здравствуйте. Всем привет. И позже к нам подключится Артем Шрайман, политический аналитик, приглашенный эксперт Carnegie Endowment for International Peace. Напоминаю еще раз, что свои вопросы вы можете писать в чат, вы можете поднимать руку. Мы вас с удовольствием также выслушаем по видео во второй части нашей дискуссии. А сейчас я передаю слово своему самодературу Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Добрый день всем. Сегодня, хоть у меня за спиной написано уже про 2030 год, но говорить мы все-таки будем про 2022 и немножко про 2023. Не хочется говорить банальности о том, каком насыщенным был год. И уже казалось бы в прошлые годы, что уже самое насыщенное прошло, но нет, оказалось все еще в процессе впереди. Поэтому сегодня мы, как и весь год в спиртно-аналитическом клубе, мы охлаждали самые разные темы. Политику, экономику, права человека. И сегодня мы тоже поговорим, конечно, и про последствия войны, и про экономические и политические эффекты санкций. Про оценку деятельности Светлана Шроновской и Объединенного Переходного Габинета. Ну и, конечно, про то, что нас ждет в 2023 году. По традиции будем идти по вопросам подряд. И у всех наших сегодняшних замечательных спикеров будет возможность по каждому вопросу высказаться. Ну и, конечно, ждем и всех остальных вопросов, комментариев и ваших поднятых рук, потому что у всех будет тоже возможность свои оценки и прогнозы, я думаю, высказать и вопросы спикерам задать. Поэтому сегодня как-то в такой трудный год хочется сразу с этого начать, что действительно в этом году, помимо того, что наши коллеги Лерия Костюгова, Татьяна Кузина и другие остаются полизаключенными, к сожалению, добавилось нас полизаключенных, в том числе в экспертном сообществе. Наш коллега Егор Лебедок был в этом году задержан, осужден, помню, на 5 лет сильного режима. Мы, безусловно, требуем немедленного освобождения Егора и Валерии и Татьяны и всех других политзаключенных. Ну, в общем, это такая рамка, в каких условиях приходится работать спиртному сообществу. Но, тем не менее, несмотря ни на репрессии, ни на войну, мы продолжаем. И поэтому первым вопросом я хотел начать как раз с войны, потому что, мне кажется, оно достаточно очевидно, какая главная вообще тема этого года, под знаком которой все так или иначе проходило. Поэтому первый наш сегодняшний вопрос, как можно оценить, какие вообще главные последствия для Беларуси от войны уже проявились, а каких еще можно ожидать. И я предлагаю, как хотелось, традиционно идти по порядку в анонсе, по алфавитному порядку, по фамилиям. И поэтому первым Андрей Козакевич. Андрей, прошу. Да, спасибо, Вадим. В самом деле, много таких событий было за последний год. Но если говорить про войну и как она повлияла на то, что происходит в Беларуси, наверное, основное, что можно было бы зафиксировать, как и всегда, во время каких-то таких глобальных или хотя бы таких глубоких региональных процессов снижается роль внутренних факторов в развитии небольших стран и увеличивается роль региональной либо международной динамики. Мне кажется, что Беларусь как раз полностью попала в эту ситуацию, когда внутриполитическое, внутриэкономическое развитие и внешняя политика в Беларуси все более и более завязывалась в течение всего года на внешние процессы, то есть на ход войны в Украине, на ход противостояния России с Западом. Ну, понятно, что Беларусь является, в общем-то, страной, которая поддержала агрессию союзникам России, что неоднократно утверждалось. Ну, и, соответственно, вот судьба, получается, вот Беларусь во многом зависит от судьбы России, и, в общем-то, сделать в этом отношении не так и можно, но не так много можно. Ну, я думаю, про экономику тут еще будет сказано более подробно, но, например, во внешней политике вот мы видим, как фактически на большинстве международных площадок чем дальше, тем больше Беларусь просто отрабатывает российскую поездку. Даже озвучивание своей какой-то собственной позиции, свое какое-то мнение, оно становится таким, скажем, незначимым, уходит на второй план, в то время как важно и Александру Лукашенко, и тем людям, которые находятся на других позициях, скажем, в МИДе и так далее, просто подчеркнуть важность российской позиции, почему она правильная, ну и только уже там привесок к этому, да, где скорость по санкциям и так далее. Ну, по крайней мере, если мы анализируем вот большинство событий последних, которые происходили на международном уровне, то это именно так и выглядело. Ну и как кажется, что внутриполитическая динамика, она также сейчас очень сильно связана с конфликтом. То есть я бы их интерпретировал, вот эту волну и репрессию, именно как связанную прежде всего с войной, с необходимостью секретизировать внутреннюю ситуацию, с защисткой пространства во избежание каких-то эксцессов, связанных там с сопротивлением, с тем, чтобы не было каких-то проблем, связанных с российской группировкой на территории Беларуси и так далее. Ну, мы видим, что, в общем-то, даже тагетировали в основном, во многом, да, именно тех людей, которые могли бы вот как-то быть связаны именно с информацией, с, ну, то, что они называют, там, различного рода диверсии, там, да, и прочее. Ну и даже вот отношения, скажем, Беларуси с Западом, смотря на то, что было очень много дискуссий там по поводу того, что можно начинать диалог там по поводу освобождения политзаключенных с белорусскими властями, что можно каким-то образом продвигаться в данном направлении. С моей точки зрения, все это сейчас не работает именно потому, что до завершения войны, по большому счету, открытие такого рода контактов, оно невыгодно Москве, которое вполне имеет необходимые ресурсы на то, чтобы предотвратить, либо свести такого рода действия к минимуму. Ну, кроме других факторов, там, связанных с настроениями в Европе, Соединенных Штатов, да, там, в самой белорусской власти и прочее. Ну, то есть вот внутриполитическая динамика, она также сейчас очень сильно завязана на войну, и, наверное, до завершения ее активной фазы будет находиться в таком вот замороженном состоянии. И только уже после этого, ну, на самом деле, какие-то новые изменения в ту или иную сторону станут возможными. Так что основной эффект – это то, что от событий в Беларуси, развитие Беларуси, да, экономическое, политическое стало меньше зависеть. Зависимость от внешних факторов, она выросла значительная. Ну, и, наверное, единственное, как могут власти как-то минимизировать риски и вот от этих внешних угроз – это просто как бы более закрываться, более все переводить на какой-то ручной режим, да, вот в режим обеспечения безопасности, что, собственно, весь 22-й год мы и видели. Спасибо, Андрей. Андрей уже прям проанонсировал, что сейчас про экономику в контексте, в первую часть войны, может, добавить в этот круг, поэтому, Дима, не могу не передать слов. Спасибо, Вадим. Начну с событий. Ключевые события, на мой взгляд, 22-го года. Первое, безусловно, санкции. Второе, по важности, разрыв отношений с Украиной. Я его в отдельную группу, которая по ценову за собой тенденции бы выделил. Третье – дефолт или недодефолт, или полудефолт, чуть больше об этом скажу. Четвертое важное событие – это налоговая карта и бюджетные трансфеты с Россией. Ну, наверное, вот эти именно в событийном ряду самые главные, которые картинку всего года сделали. Очень кратко прокомментирую по ним, а потом тенденции резюмирую, которые они породили. Санкции сами по себе, они, безусловно… Дима, прошу прощения, а мы сейчас еще перейдем к санкциям, поговорим и про политическое, и про экономическое измерение. Мы, может быть, сейчас просто на военных посредствах конкурируемся. Ну и, может быть, да, про связку с Россией, мне кажется, это в общем в этом же контексте. Просто чтобы потом не перескакивать с темы на тему, если мы можем сделать так. Окей, хорошо. Тогда санкции на данный момент не затраги. И я тогда, может, по тенденциям экономическим и вот из этих событий чего ждать. Значит, главные тенденции и что сейчас происходит. Ну, первая рецессия – это всегда само по себе важно, потому что экономика беднеет. И здесь ключевая характеристика, которую я к 22-му году применяю, плохо, но могло быть существенно хуже. Вот в этой конструкции оба слова очень важны. Нынешние власти, они пытаются отсюда делать вывод, что если плохо, но могло быть хуже, значит хорошо. Это уже дело вкуса, но любителя, как интерпретировать. Но любой стандартной метрикой, если мы подойдем к тому, что сегодня происходит в экономическом плане в Беларуси, это достаточно тяжелый экономический кризис. Не драматический, но достаточно тяжелый. Могло быть хуже. Я, мои коллеги, когда только война случилась, и санкции, и другие события, которые я перечислил, мы говорили о том, часто сходили, что вариант полномасштабного финансового кризиса, вариант масштабнейшего до 20% снижения ВВП, он вполне реалистичным был. И это, надо признать, да, не совершилось. С 2021 года где-то 7% выпуска экономика потеряло. То есть это и встраивается в ту конструкцию, о которой я сказал. Забегая чуть вперед, вот то, что ты, Вадим, сказал, что свершилось, что может свершиться. Утрата остальной части выпуска – это вопрос не снятый с повестки дня. Сказать, что экономика прошла все последствия, порожденные войной, и уже это пройденный этап – нет. Может так состояться, это один из вариантов, но наверняка в этом уверенном быть нельзя. Второй важный тренд, если вот на ту же самую ситуацию, так чуть выше приподнявшись над временем глянуть, я бы сказал, запустилась эрозия бизнес-среды. Если после 2020 года мы говорили, что есть запас прочности в виде человеческого капитала, в виде современных бизнесов частного сектора, то в 2022 году, и здесь даже не столько в силу санкций, а именно напрямую в связи с войной, эта эрозия стала происходить и происходить очень активно. И последствия этой эрозии, они не так быстро и явно проявляются, но много сигналов, много признаков, которые уже чувствуются, которые потом о себе будут давать знать многие годы, минимум, а вполне возможные десятилетия. Вот это, по мне, очень плохая новость, что этот тренд запустился, и даже при хорошем развитии событий быстро его сломать будет сложно. Еще одна важная тенденция – кардинальное усугубление имиджа Беларуси в мире. Многие мне могут возразить, что куда, мол, хуже, но я бы сказал, что до 2022 года, до соагрессии в войне, Беларусь не была вот таким в экономическом плане, по крайней мере, стопроцентным изгоем. Ну да, смотрели как на такую слегка сумасшедшую родственницу, не полностью соответствующую критериям нормальности, но Беларусь могли кредитовать, с белорусскими предприятиями, с белорусским бизнесом спокойно вели дело. Вот эта ситуация изменилась. То есть Беларусь, как страна, не только власть, а именно как страна получила черную метку. И в этом отношении для экономики это тоже очень плохая новость, это тоже не меняется мгновенно. Ну и последняя масштабная тенденция, которую выделил, то, что Андрей уже затрагивал, и в сфере экономики это, наверное, ярче всего выражено, еще большее усугубление зависимости от России. Да, это было всегда, но то, каких масштабов это достигло сегодня, очень сложно было представить и вообразить. И здесь куча измерений. Это и внешняя торговля, сегодня к 70% доля белорусского экспорта, направляемого в Россию, спрямится огромная зависимость по импорту. Фактически это чуть с прицелом на 2023 год. Вот это соглашение о косвенных налогах подсадило белорусский бюджет на тугой поводок, который придерживает Россию. И по сути сегодня фискальная сфера напрямую стала зависеть от России. И гораздо большая степень энергетической зависимости от цены на газ. И в той же самой нефтепереработке также похоже, здесь похоже употребляю, потому что данных стопроцентных нет, но тоже мы свою зависимость усугубили. Вот, наверное, ключевые тренды, которые сложились в 2022 году. Ну, 2023, если дальше будем затрагивать подробнее, во многом ситуация на 2023 из этих, на мой взгляд, трендов будет вырастать. Пасиба. И тогда переходим к Веронике Лапуська. Вероника, тот же вопрос по поводу последствий войны. Для чего это все и зараз провела Беларусь, и что напереде всего этого чекается, что в конце. Дякую, Вадим, великий, за твое пытание. Як мы бачим, довольно, скажем так, невеселковое, не радужное. Нарисаковое ситуации, вымалевываясь про то, что мы кажем. И, калі казаць про 2023 год, я думаю, что эта тенденция вогаля экономичная, политичная застанецца. И може навэт пагоршыцца. Канешно, все залежать на вопрос от того, что будет отбываць в Украине, яке будуть, яка будзе днамика в этой войне. Але треба отзначить наступные некалькі моменты, яке для меня заявляюся найбольшь важными, про які так само Андрей сказал. Дмитрий, по-перше, на мою думку, за того, что почалась война, Беларусь зарабилась еще больше из-за леаванной. Так, и фактично, они зараз иснуют, Беларуськие влады, таким вакууме, с российскими владами, мы бачим, что, как уже так само сказал Андрей, что узмалцовывается репрессия. Мы бачим такую заявку, которая называется дифузия режимов. Она вельми властивая, именно в тоталитарном, в тоталитарном режиме. Калі режимы, что еще за все, узмалцовываются из-за леванностью, они вельми интенсивно и худко один в одного учатся таким не вельми добрым режимом. У выпадку Беларуси это безумная репрессия. Бачим, что репрессия зарабилась настолько масштабными, что мы уже не з'являемся турэмным термином по 19-19 год в политических артыклах, как мы ведем. Мы не з'являемся тому, что у турму сажают Дарью Лосик, подчас чего ее муж уже так з'являет сядить у турмии осуджены и у их вельми молодости сейчас застается. Это уже такие, мы можем сказать, сталинские методы, сталинские масштабы. И тут безумовно война в этом сенсе развязала режим руки еще больше, бо ему не ма чагу угублять неких экономичных инструментов, как умоцывать неким чином социальный контракт, который же не ма, тому страх и запалохвание это такой главный инструмент, главный метод, который использует режим Лукашенко, как держать контроль над территорией. И в тот же час, как происходит, мы видим, что тиск сбоку Путина в много таких моментах. И Лукашенко тут треба маневровать, треба показывать так само своим внутренним элитам, что он не тримает руку на пульсе, что его есть контроль. Поэтому это репрессия, это такой центр его чувствительности в один момент. Другой момент, который, на мой взгляд, очень важный, это то, что мы бачим большую скардынованность пропаганды, дезинформации, которая льется с державных каналов, с телебачения и в социальных сетках. Она так само зарабилась, такая же беспрецедентная, сюрреалистичная, багато для кого. Так само, в багатой кинокерунке мы бачим, что она даже больше, скажем так, беспрецедентная, чем даже пропаганда российская. Тобак тут, я думаю, что так само как-то будем отцовываться, будет так само таки важный инструмент, как показывать, заполоховать людей с одного боку, заполоховать тех, кто выступает в суперсрежиме и внутри Украины, и за ножой. И так само мы видим, что есть нажаль и эффекты, и шеддинг этой пропаганды. Тобак некоторые люди начинают терзь, цепрады, что в Украине не анацисты, что за мяжой беларусы, которые приехали, все любимые для беларусской пропаганды термены Гранда Смоки и то, и сё, и там нема парадку, и там хаус пануе. И иншая гэта нарратывы, яны так само будут цемацовываться. И тут так само, на мой думку, вось вельми уплывая гэта изоливанность разом с Россией. Тобак вельми перекликаются гэта нарратывы. Ранее яны больше адрозня, аль ся зараз яны становятся, когда мы кажем про внешние говоры, когда мы кажем про вайсковы дзеяния России в Украине, то гэта вельми стала подобным одно да однаго. Тут яны вельми скаординаванныя. Яшэ одна важная реч, якая працягваць, и тут я так само дум, што наш экономисты могуць прагэта далі пракаментаваць, гэта выезд беларуса далі з тарыторий Беларуси. Мы бачым, што беларусы запаланилі в улице Варшавы, Вильні, багатая кей-беларусы, які были в Украине, в Киеве, наповинны были, и не только в Киеве. Так само з'ехаць ў Польшу, ў Литву. Добогу гэта краянах фармуюцца такі моцнай центры беларуская дэаспоры політычнай. І, канешна, прапаганда так само будзе, ну такі, каля верта садае, вельми моцна пытацца біць па узгэтых центрах. Але така рычаіснаць, мы павіны зараз працаваць з тым, што ёсць, але безумовно, гэта будзе ўплываць тут, гэта чалэвчы потэнціаў і капітал людзкі, які здаець ў Беларусі. Основным з'яжжаў, канешна, молодзь, з'яжжаюць людзі, які патяля вязці некі бізнесы, які перейжаюць, і гэта бізнесы распачынаюць ў ўкраїнах ёуразвязу. І, канешна, з'яжжаюць вельм багата айтишнікаў, якім іх кампанія організавалі релокація, альбо яны самі знаходзі з працю на багата бош лепшых умовах з'яжжаць і ў Європу, і так само узгушаны Штаты, і в Канаду. Васью, Украина, дзе стандар жыця для ях будзе лепшы, дзе і будзе будзе сячуваць сабе бош безпечными. І яшшэдзі момант, які, маўі думку, даволі важны. Мы можам па-рознам адносця да гэта постаті, але смерцю Ладзімира Макея, я думаю, будзе важным фактором ў тым, як будзе вазначацца далей політична, зняшня, внутрапалітична, зняшня, політична процэсс ў Беларусі. Усё ж такі яго ведалі на Заходзі, і он был міністарам заміжных справ під час таку потеплення. І мы ведам, што не до конца можам казаць, што гэта в па-рознам сэнсі гэта може буць спрады працтавник либеральний, ні каплы не улады, але му ведам, што ён стоял на шалі багато якіх там репрэссій і гэтак далі, і што ён не сішоў за своё пасады, як багато, які яку каліги-дипломаты пасля жніўні 2020-го года. Але я думаю, што гэта пуплываю на тое, што навэт саме тако либеральне миністерства Беларусі, гэта миністерства заміжных справ, яно стане таксам божь такім закастянелым, божь консерватывным. І то, што мы бачим такае тэндэцзя, што абсалютна без прэнцеповы і аданы людзі, які зараз окружаюць Кашэнку, вось яны ўже можна сказаць, што пануть ваўсіх абсалютна гэлінах беларускай улады, і гэта ўж будзі далі спрэчэняцца і даліше га пагаршэню еканоміцця, паліцця, внуторній паліцця знішні. Між такі ў мене думки. Дякую. Дякую. Вероніка, на таких недобрых словах на шо шабіць. Добре. Краз ми в конце затронули гэлінах гэлінах колег, начну, наверное, с образа или с восприятия Беларуси. С началом войны это восприятие изменилось в куда более негативную сторону. Беларусь стала восприниматься как региональная угроза региону, как агрессор или соагрессор. И с этим образом очень сложно что-то подделать. Это то, что, в общем, серьезно мешает налаживанию любой коммуникации с западными странами. И, в общем, тут фигура макея или не макея пока в критической роли играть не может. Причем этот образ, если сравнивать его с предыдущим негативным образом Беларуси как последней диктатуры в Европе, он гораздо более сложнее, потому что международное неприятие Беларуси как соагрессора, оно, к сожалению, проецируется на людей. Вот неприятие диктатуры на людей не проецировалось. И беларусы, которые выезжали за рубеж с такими сложностями, с которыми не сталкиваются с тех пор, как началась война, ранее не сталкивались. С другой стороны, при всем при этом, если говорить о самом Лукашенко, война несколько поменяла эту роль. На мой взгляд, Путин стал гораздо большим злодеем, чем Лукашенко. Может быть, сегодня это пока не важно, но если Лукашенко удастся каким-то образом отвертеться от прямого участия в войне, со временем это может стать для него достаточно серьезным козырем. По крайней мере, с точки зрения международного восприятия все его злодеяния на фоне прямой агрессии со стороны Путина они несколько обмечали. Ну и третий момент, я тут не буду долго развивать сильно эту тему, война несколько поменяла отношение России к своему единственному союзнику, и мы в общем видим, что по сути Кремль идет, преследуя разумеется свои цели, и идет навстречу практически всем пожеланиям своего единственного союзника. У этого всего есть оборотная безусловно оборотная сторона, но в общем пока это так. Пожалуй, у меня все. Спасибо. Ну и по алфавиту к нам присоединился чуть позже Артем Шрайбман. Тот, ради кого я всегда внимательно включаю микрофон, когда набираю текст на клавиатуре, я знаю, как Артем это разрушает. Артем, последствия войны, что уже появилось, что еще осталось? Тебе сложнее всех уже многое прозвучало, что еще можно добавить? Спасибо большое. На самом деле прозвучало многое из того, что я хотел сказать. И все-таки я, может быть, сформулирую это чуть иначе, потому что все мы видим и говорим о эрозии суверенитета, причем в разных областях, как в военной, где все с большего очевидно, экономической, где, наверное, эта эрозия идет, но, возможно, не так быстро, как в военной, не так заметно для всего внешнего мира, но тоже происходит. Но я бы все-таки здесь сфокусировался на некой, ну, можно сказать, позитивной стороне этого абсолютно трагического, трагичного тренда, который состоит в том, что все-таки и в сфере военной и даже я рискнул может быть чуточку сдиссонировать Дмитрию в экономической сфере, углубление этой зависимости и такая десуверенизация, как это называет Павел Слюнькин, происходит де-факто, но не де-юре, да, то есть не происходит формализации, кодификации например, той же военной интеграции, подписанный протокол недавно, судя по всему, не влечет за собой прямой обязанности Беларуси размещать всегда российские войска, не создает российских баз, то же самое и в экономике, не происходит чего-то неотменяемого, не происходит чего-то не способного пережить, скажем так, сегодняшнюю региональную ситуацию, да, то есть если мы представим в себе хороший исход этой войны, то в целом для будущей власти Беларуси, будем все надеяться, демократической, куда большей проблемой было бы избавиться от формальных обязательств, если бы сегодняшняя де-факто зависимость ими подкреплялась, чем от сегодняшних форм этой эрозии суверенитет. То есть на сегодняшний день это большой разницы не имеет, так или иначе Беларусь становится все менее и менее суверенной, но с точки зрения последующего устранения этих последствий, я думаю, что немаловажно, что мы не видим формализации этих проблем. Дальше, тоже о чем говорили многие коллеги, важный, важное следствие войны, это то, что возник неподконтрольный никому внутри страны и в принципе никому и в диаспоре, фактор, который сдерживает способность Минска маневрировать во внешней политике, то есть впервые появился такой неподконтрольный Лукашенко блок на маневр, что само по себе снижает его энтузиазм даже пробовать, поскольку он понимает, что не сможет сегодня допрыгнуть до той планки, которую выставляет ему Запад, не факт, что и хочет, но даже бы, если захотел, вряд ли сможет, учитывая войска на своей территории и сегодняшнюю роль в войне. И я бы сказал даже, что война, как такой ограничитель, она вмешалась в деятельность Демсил и в их активность, о чем мы тоже будем говорить, но если коротко, то есть просто на мой взгляд, это довольно похожее такое влияние, потому что это тоже упростило для Демсил выбор, больше нет возможности балансировать, пытаться заигрывать с Россией, искать возможности как-то сбить клин между Лукашенко и Путиным, пытаться говорить о том, что мудрый Путин что-то нам поможет, как-то поможет демократизировать Беларусь, Россия будет посредником между Демсил и Лукашенко. Все, эта страница перевернута и в этом смысле это для оппозиции упростило какие-то вопросы своего такого геополитического самоопределения, но усложнило очень сильно возможности на выход на большинство Беларуси, потому что в Беларуси позиция серединного беларусского избирателя, если мы можем так говорить, она находится явно не настолько в прозападном, проукраинском сегменте, как сегодняшняя позиция Демсил. это проблема, потому что насколько вы бы не были легитимными в своих собственных глазах или в глазах ваших сторонников, насколько бы не был непопулярен Лукашенко, хотя и с этим уже есть вопросы, если вы занимаете по принципиальному сегодняшнему вопросу войны, роли в ней России и вообще место Беларуси между западом и Россией, если вы занимаете моральную, но не очень популярную позицию в обществе, то это проблема с точки зрения возможности достучаться до разных прежних потерянных групп электората. Дальше, очевидно, тоже мы видим в обществе одно из последствий войны, это то, что поляризация, которую кто-то называет «Еросколом», которая очень сильно углубилась в Беларуси в 2020 году, она распространилась не только на внутриполитическое противостояние, но и на геополитические линии, то есть произошло такое наложение нашего раскола на вопросы геополитического выбора, и мы видим, что даже в последних опросах «Четамхауса», самых свежих, позиция, которая традиционно доминировала в Беларуси, запрос на нейтралитет, на некое неприсоединение к блокам воюющим, так вот даже такое, казалось бы, очень присущее беларусскому обществу желание, даже оно размывается, мы видим, что растет как число сторонников интеграции с Россией, так и с Западом за счет усыхания середины, ну и разумеется, что в авангарде обоих лагерей беларусского общества, как и условных смагаров и условных ебатик, мы видим четкую поляризацию по признаку того, что мы должны быть с Россией или мы должны быть против России, то есть середина концептуальна, середина уже очень мало кем представлена, робкая попытка Центра новых идей опубликовать и предложить все-таки некое нейтральное позиционирование для будущей Беларуси, у меня сложилось ощущение, что не встречает какого-то отклика с энтузиазмом хоть от кого бы то ни было сегодня, и это тоже симптом времени, что в политическом олимпе, если хотите, в политической плоскости, больше нет или по камере временно нет акторов, которые бы предлагали нейтральное позиционирование. И готовы были бы за него его отстаивать. Репрессивные практики, кроме того, что они, о чем говорила Вероника, очень ужесточаются, они, как и они, так и пропаганда режима смещаются в пророссийскую сторону. то есть вот то, о чем я говорил с поляризацией, которая теперь является поляризацией, в том числе вопросом геополитического выбора, оно привело к тому, что власть больше не пытается балансировать между краями общества, когда она пыталась так или иначе наказывать как и яро-про-западных, яро-про-националистических белорусов, так и все-таки яро-про-российских. Мы помним дело Регнума, мы помним какие-то другие инциденты, связанные с критикой со стороны Лукашенко или того же Макея в адрес самых ярых русофилов и наоборот. Сегодня этого нет, власть четко заняла позицию, больше она не пытается балансировать между этими краями белорусского общества, заняла пророссийскую позицию. Соответственно, и репрессивные, и пропагандистские нарративы, и репрессивные практики смещаются в пророссийскую сторону, смещаются в сторону наказания за симпатии Украине, наказания за национально ориентированные какие-то активности в Беларуси, поступают даже сообщения об арестах за задержание за белорусский язык. Понятное дело, мы видим все эти зачистки издательств, гидов и так далее, и так далее. То есть, власть распространяет репрессии очень активно и на сферу идентичности. Ну, и последнее, что я скажу, это очевидным тоже симптомом, вернее, последствием войны стала милитаризация политического противостояния, то есть, как милитаризация власти, которая началась не с войной, а раньше, но война ее очень сильно ускорила, и возрастание такого милитарного военного полицейского аппарата. Мы видим это даже фактически с новыми подразделениями, которые создаются для борьбы с оппозицией, так и бюджет для силовиков в следующий год показывает беспрецедентный рост, милитаризация ранее гражданских ведомств, вроде МЧС, вроде даже лесников, егерей, которым выдают оружие, постоянные учения, подготовка, по сути, к мобилизации в виде сверки данных и так далее, и так далее. То есть, происходит на фоне войны милитаризация по всем фронтам госаппарата, но и милитаризация с обратной стороны, о чем мы, видимо, мы тоже поговорим, что Демсилы тоже отращивают себе силовые мускулы настолько, насколько у них хватает ресурсов, но главное, что концептуально они явно сдвинулись в сторону большего принятия, большей толерантности к силовой борьбе, и больше никто, мне кажется, в оппозиционном Олимпе сегодня не скажет, что нет-нет-нет, мы сугубо за мирный протест, и все эти радикалы, которые пытаются там рельсовые войны устраивать, или что-то еще похожее делать, они не с нами, нам с ними не по пути, нет, наоборот, эти люди теперь, и эти люди, и добровольцы, которые воюют за Украину, это теперь признанные герои белорусского демократического движения, это не было настолько однозначным таким слиянием в 20-м году, и это произошло именно из-за войны, я на этом остановлюсь, спасибо. Спасибо, Артем, действительно, сплошная милитаризация, что даже, вижу, как в этом году одежда в стиле милитаризма становится популярнее, вот у нас, и вот у нас, Игимый сидит в хит-файке рубашки, просто когда всем это говорит, становится все, все связано, действительно, не могу с ним не согласиться, и поскольку у нас, мы сейчас довольно понятно про войну, про этот вопрос, много времени на него ушло, поэтому я предлагаю сейчас на вопрос про санкции, я в первую очередь дам и их политические, экономические последствия, наверное, в первую очередь дам слово как раз Павлу Муцкевичу и Диме Кругу, и тогда всех остальных попрошу уже в ответ на это отреагировать, если будет и захочется что добавить, поэтому тогда какие вообще экономические и политические эффекты сейчас от санкций и главное, зная, для кого-то это не секрет твоя позиция, какие остаются варианты у Запада, очень хотел бы услышать ответ на этот вопрос, потому что о том, что с санкциями так или не так уже очень много прозвучало, но очень мало звучит, что конкретно надо сделать, ну кроме того, чтобы просто сдаться и вернуться в прошлое, какие есть конкретные идеи, что может вообще сейчас Запад сделать, ну или ничего не может, это в принципе тоже ответ. Да, спасибо, спасибо за вопрос, с чего бы это начать, ну вот показательно, на мой взгляд, что Европейский Союз не стал включать Беларусь в последний санкционный пакет против России, и мне кажется, что эта линия поведения заслуживает как минимум поддержки. Почему? Потому что я, если честно, не совсем понимаю, почему для противостояния Кремлю Беларусь нужно ослаблять. Вот Украину нужно поддерживать, понятно, она ведет борьбу, но почему именно Беларусь нужно ослаблять, принимая в отношении Беларуси санкции, усиливая изоляцию и так далее, основным эффектом является куда более стремительное движение в сторону России и Кремля. Это первое, что я хотел бы отметить. Второе, санкции, введенные в отношении России, отчасти помогли беларусскому режиму, потому что эти санкции почистили экономическое поле в России, освободили ниши, за которые беларусские предприятия, наряду с другими предприятиями из Армении, Казахстана и так далее, ну и других лояльных стран, типа Турции или Китая, ну по крайней мере могут побороться. Все это дало толчок еще и к импортозамещению, где беларусские предприятия тоже могут себя, так сказать, проявить. То есть тут есть разные аспекты в этой теме. вот. Я думаю, что в любом случае санкционному инструменту не хватает инструмента непубличной дипломатии. То есть санкциями ничего нельзя поделать, и никто же не спрашивал, в общем, нужно ли их вводить в отношения Беларуси. С какого-то момента это просто было поставлено на поток. Хотя изначально, если брать начало политического кризиса в Беларуси, Европа очень осторожно смотрела, совершенно справедливо смотрела на санкционный инструмент как на какой-то способ решения беларусской проблемы. Вот. Но затем миграционный кризис или посадка самолета, миграционный кризис, участие в агрессии, все это открыло совершенно иное новое санкционное досье по Беларуси. в результате мы пришли или оказались в той сложной ситуации, в которой оказались. она сложна тем, что фактически Беларусь осталась, хотим мы это признавать или нет, наедине с Россией. В общем-то альтернатив каких-то выстроить какое-то альтернативное поле для маневра у Беларуси нет. Попытки наладить контакты со странами третьего мира в общем и целом тоже носят ограниченный характер, потому что эти попытки или эти отношения приходится выстраивать тоже через Россию. Поэтому если, на мой взгляд, если западные страны заинтересованы в том, чтобы каким-то образом отвлечь Беларусь от участия или соучастия в этой агрессии, они должны думать о том, каким образом предоставить Александру Лукашенко некое поле для маневра, чтобы он мог, так сказать, отстоять или сделать финт ушами. У него, я думаю, к этому интерес есть, потому что в итоге вот этого активного сближения с Россией, в результате которого отчасти укрепляется его власть, его же власть отчасти и, так сказать, уменьшается, потому что ей волей-неволей суверенитетом приходится делиться с Кремлем. Ну, вот, наверное, так. Спасибо. Спасибо. Ну, Дима, про экономику так хорошо начинал. Прошу прощения, что тогда оборвал эту песню, поэтому давай теперь. Без проблем. Спасибо, Вадим. Я оттолкнусь от твоего вопроса, который ты вот перед ответом, Павла, поставил. Что еще может сделать Запад? В такой формулировке вопрос, на мой взгляд, мне хватает очень важного уточнения. Что бы что? Для что сделал Запад, чтобы достичь какой цели? Вот это критически важное уточнение, которое предопределяет вообще и что мы ожидаем от санкций, как оцениваем их последствия. У нас пару недель назад было большое мероприятие по этому поводу. Мы похожие вещи с Павлом, с Андреем здесь присутствующих обсуждали. Андрей, поправь меня, если я неверно на тебя сошлюсь. Вот Андрея версия ключевая была, что по крайней мере для соседних стран санкции ассоциируются напрямую с вопросом безопасности. То есть целью санкции можно назвать ослабление милитаристского военного потенциала Беларуси. Если мы меряем такой меркой, ну тогда вот Вадим, в ответ на твой вопрос, я бы такой тезис заявил, что потенциал санкций полностью не исчерпан. Действительно, еще он исчерпан достаточно сильно, я бы так на вскидку оценил процентов 70, но есть еще механизмы, чтобы его усиливать. Но я вот с этой версией, Андрей, не то что не согласен, я не уверен, что она единственная и достаточно часто санкции воспринимаются как инструмент, по крайней мере, в общественной дискурсе, как инструмент в кавычках демократизации, в кавычках, потому что во много итераций. И скорее всего, я думаю, что никто из разработчиков санкций напрямую перед собой такую цель не ставил, потому что в случае Беларуси это было бы ожидать достаточно наивно, по крайней мере, быстро, то, что это может произойти. И вот в этом случае, что дальше может происходить, если нормативный вопрос поставить, что делать санкциями, вопрос становится гораздо сложнее и неочевиднее. Почему? К чему мы сегодня пришли, и вот здесь кратко проанализируем итоги 22-го. То есть, с одной стороны, санкции действительно очень мощные, и вообразить вот себе такой пакет до начала войны, для меня это было бы за грани фантастики, то, что он может произойти. И потенциально, я уже упоминал, потенциальный эффект, который от них мог осуществиться, но в полной мере не осуществиться, это не осуществился, это где-то потери до 20% выпуска. По факту мы потеряли конкретно по этому году около 4-х с копейками с того момента, то есть, это не так много. И вот если мы смотрим исключительно на механику санкций, почему так произошло? С одной стороны, к ним удалось приспособиться, это можно примерно пополам расписать и на везение, и на, не знаю, слово заслуга здесь уместно будет или неуместно белорусских нынешних властей ценой того, что они все в большей мере подвесились на российский крючок и усилили российскую зависимость, но такой ценой они действительно то, о чем говорил Павел, они эффекты санкций в какой-то степени нивелируют. Но важный момент пока, то есть, то, что это происходит устойчиво, об этом речи не идет. И в любой момент сваливание вот в такой штопор, оно все еще может произойти. Ну, и важный момент еще добавлю в контексте не столько о самих санкциях, еще очень важная, я думаю, мысль. в 22-м году большое количество мероприятий, где участвовал, все экономические вопросы почти всегда сводятся к санкциям. Ну, это оправдано, да, это самое главное событие года. Но важно помнить и иметь в виду, в какой среде эти санкции существуют. И конкретно в 22-м году еще влияние санкций, оно было сильно сглажено другими позитивными влияниями во внешней среде, то есть эти силы несколько уровней, не то, что уравновесили, сгладили, а сладили влияние санкций. То есть это я говорю к тому, что санкции сами по себе остаются достаточно мощным инструментом воздействия на белорусскую экономику, и то, что в 22-м году это воздействие в цифрах не столь значимо и существенно меньше, чем можно было с большой вероятностью ожидать, не означает, что история снята с повестки дня. Поэтому резюмируя, я бы сказал так, в вопросе санкций сегодня, сори за тавтологию, вопросов гораздо больше, чем ответов. Это породило такую огромную неопределенность, и начиная вот с того вопроса, к которому я обратился в начале выступления, для чего и какую механику мы подразумеваем в общественно-политическом поле в связи с санкциям и заканчивая то, как санкции влияют уже механически внутри экономики и к каким последствиям они приводят те вещи, которые затрагивал Павел. Поэтому вопросов очень много и с большой вероятностью предполагаю, что в 23-м году эти вопросы они все в большей мере будут выходить в отношении Беларуси на повестке дня, вполне допускаю, что механизм по крайней мере прояснения а вполне возможно корректировки санкционного формата в отношении Беларуси это будет важной темой повестки дня. Дима, вы поуточните корректировки в какую сторону? По сравнению с усилиями или наоборот скорее то, о чем Павел говорит? Не знаю. По крайней мере ты знаешь, у меня сложилось впечатление, то, что я упомянул, если задать акторам на уровне ЕС вопрос, с какой целью вводятся санкции, ну вот я с Андреем, допустим, если речь шла бы о Польше, Литве, вот ту мысль, с которой я со ссылкой озвучил на Андрея, скорее всего, да, они ее подтвердят. Если говорить о акторах, например, в более крупных странах, там, вроде Германии и еще кого-то, что они подразумевают и закладывают в санкции, какие эффекты, либо пока это просто по принципу мы не могли не реагировать и это механизм своеобразного наказания и просто реакции, если так, эта реакция уже произошла и дальше вполне вероятно надо уточнить свои желания от введения этого инструмента и подстроить текущий формат под эти желания. Вот я к тому, что этот вопрос сегодня назрел. Как он будет решаться? Ну, здесь я вижу огромное поле для различных принципиальных решений. Спасибо за это уточнение, потому что мне кажется, да, рассуждение о том, что санкции вводятся зачем-то, для какой-то цели конкретной, мне кажется, очень оптимистичная оценка и может быть просто вводится почему-то, потому что а что еще делать-то надо же вводить, тогда, конечно, ожидать больше целеполагания и эффективности это оптимистично. Так, я вижу руку Артема Шарабана и потом Андрея Казакевича. Да, спасибо большое. Я хотел бы отреагировать на вопрос Павла, который он не мне задал, а задал, наверное, риторически, почему нужно ослаблять Беларусь. Я думаю, что эта постановка вопроса, она чуть эгоцентрична. Мне кажется, что мы забываем, что санкции Запада вводятся не только для того, чтобы что-то случилось или не случилось в Беларуси. По большому счету не является приоритетом Евросоюза и США в этом вопросе, чтобы мы быстрее здесь все вернулись в Беларусь, чтобы Беларусь стала демократической страной, чтобы Лукашенко стало комфортнее маневрировать. здесь же, на мой взгляд, я бы это не отрывал от более глобального контекста. Я говорю это при том, что я согласен с многими пунктами критики санкций, которые Павел и сейчас, и раньше писал, и говорил. Я даже могу добавить. Я считаю, что санкции, основные их проблемы это их исчерпанность потенциала практически полная. Это то, что Запад сам переоценивает силу их воздействия очень серьезно и недооценивает способность Беларуси и России адаптироваться за то, что нет четких критериев отмены этих санкций, то, что нет нормального механизма вторичных санкций, если уж вы хотите доводить дело до какого-то логичного завершения. То есть, вот это все дырявость многих мер, дублирование, отсутствие дублирования каких-то санкций, когда Беларусь может рецепортировать что-то через Россию. Все это абсолютно валидная критика, но вот вопрос, почему нужно ослаблять Беларусь? Я думаю, он абсолютно мимо целеполагания Евросоюза. Дело в том, что санкции это в первую очередь, на мой взгляд, особенно в случае войны, это механизм для создания стимулов, причем не только для Лукашенко, но и для всех остальных, кто когда-нибудь окажется на его месте или может оказаться. Если оставлять такое поведение, которое показывает Минск, помощь, по сути, в агрессивной войне с признаками геноцида. Помощь активная всеми возможными средствами, кроме непосредственного включения своих войск. Если оставлять это безнаказанным, то это создаст стимулы и самому Лукашенко продолжать такое же поведение и всем остальным в будущем похожим союзникам всяких разных диктатур агрессивных вести себя так, потому что они посмотрят, так не наказывали Лукашенко за это. Господи, почему бы так себя не вести? Соответственно, санкции, даже если они не влияют непосредственно на разрешение внутрибелорусского политического кризиса, санкции, которые принимаются за войну, они создают некий курс, они создают некую цену конкретных действий, которую все в этом мире в будущем должны так или иначе учитывать. потому что альтернатива, например, не наказывать Беларусь, а каким-то образом вознаградить Беларусь после того, как она сделала то, что она сделала, будет означать, что и сам Лукашенко может вполне сказать, ну так здорово, если меня не наказывают за соучастие в войне, зачем мне его останавливать? Если оно не является каким-то проблемой, а наоборот подстегивает мои взаимоотношения с Западом, то, да господи, я буду продолжать помогать России, она мне еще пару кредитов за это подкинет. Ну и параллельно Запад какие-то, видимо, предпринимает в этом русле шаги, чтобы помочь Лукашенко лучше маневрировать, он может слегка и с другой стороны снять. То есть создавать такие стимулы своими действиями, ну на мой взгляд, Запад не может, просто потому, что это может разрушить вообще способности привлекать к ответственности другие страны в других контекстах, других правителей в других контекстах. И было бы здорово, конечно, чтобы у каждого санкционного решения Евросоюза и США в первую очередь приоритетом было благоденствие белорусского народа. Но мы же понимаем, что это так не будет никогда. По факту куда важнее для акторов, принимающих решения создать хоть какое-то подобие обменного курса преступления на наказание в этом мире, чтобы потенциальный союзник Китая, который захочет напасть на Тайвань, трижды подумал, надо ли ему союзничать с Китаем в этом вопросе, например. Да, Артем, Мне кажется, это очень важный аргумент. Часто людей, садя в тюрьму, совсем не обязательно ожидают, что сейчас они перевоспитаются. Часто это вообще не на них направлено мера, направлено на других, чтобы они, глядя на это, подумали про цену. Андрей и потом Вероника. Да, ну вот Дима уже сказал сегодня про конференцию, которая там была пару недель назад, и очень, мне кажется, интересны там были дискуссии. Я, может быть, еще раз повторю некоторые тезисы в связи с тем, что, мне кажется, здесь вот, когда мы говорим о санкциях, на самом деле, особенно таких санкций, которые сейчас применяются против России и Беларуси, вот, опускаем все-таки очень важный прагматический аспект в плане безопасности. Понятно, что это не все страны так думают, здесь абсолютно согласен, да, с тем, что, конечно, в разных странах по-разному, опять же, есть разные уровни принятия решений, но если мы говорим про войну, про войну, конкретно военное противостояние, здесь, ну, фактически автоматически включается вопрос, ну, скажем так, ослабления противника. Ну, там не будут описывать все эти механизмы, есть просто целая там индустрия литературы, да, там про security status, которые, как бы, описывают, как принимаются решения в данном плане, опять же, принимаются они с большим влиянием людей, там, из вооруженных сил, специальных служб, там, да, есть тоже свои алгоритмы всего этого. Задача не просто наказывать и там что-то вот кого-то там показать, там, да, задача вполне конкретно нанести экономический ущерб. Экономический ущерб для того, чтобы, ну, как бы не было потом ресурсов продолжать войну, для того, чтобы, в общем-то, нарушить систему поставок, в том числе для производства оружия, для того, чтобы, в общем-то, обеспечить какую-то безопасность других направлений возможных, что-то не открылся фронт, условно говоря, там, в Балтике, там, и так далее. И, ну, по моим наблюдениям, это аргумент, он очень хорошо играет, да, особенно в наших средних странах, и, ну, не будем так говорить, ключевой-не ключевой, но он очень важный, да, в этой аргументации всех этих событий. Скажем, не применять санкции в отношении Беларуси в такой ситуации, но это значит открывать, во-первых, большой брешь в вопросе поставок каких-нибудь технологий вдвойного назначения, да, это фактически, опять же, возможность помогать Беларуси, там, производить оружие, там, да, и все остальное, то есть, ну, это было, в принципе, невозможно. Даже посмотрим, как вот Украина там первые недели реагировала, на все события, когда они арестовали вагоны, там, да, белорусские, арестовали много собственности, как бы белорусские, там, да, разные, что-то заморозили, что-то там потом вообще ну, национализировали, почему они начали, например, там, не знаю, там, белорусские граждан, там, да, массово, ну, как сказать, фильтровать, да, это опять же, нас говорят, потому что, вдруг они такие, вот, как бы, тупые, они не понимают, что белорусы, на самом деле, не русские, там, и так далее, но когда начинаешь разбираться на вопросе, например, только в одном Львове, не знаю, правда, это правда или нет, да, там до 30-40 диверсантов, подтвержденных, как бы, было, с белорусскими паспортами, выявлено, там, первые недели. Взятый вопрос, опять же, ну, того, что, как бы, реально влияет, на вопрос безопасности, же после этого, можно там, это много говорить о том, что там, нельзя наказывать всех, там, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому логика тех санкций, которые принимались конкретно в 22-м году, кроме, конечно, вот этих моментов, там, скажем, урока для других, каких-то психологического воздействия, они имели, имеют, и будут иметь конкретные направления ослабления экономического, значит, и военного потенциала России и ее ближайших союзников. И когда мы говорим, например, про изменение политического режима, ну, мы тут можем много дискутировать, что иногда санкции работают, иногда санкции не работают, и как это оказывает ли это позитивное влияние на вот конкретно, ну, и политические изменения, скажем, в стране, ну, тут не будет однозначного ответа. Но если мы говорим про ослабление военного потенциала, скажем, внешнеполитической активности той или иной страны через введение санкций, то, ну, есть очень много примеров, и скорее даже большинство примеров будут говорить о том, что санкции абсолютно, ну, нормально в этом отношении работают. Можно вспомнить, там, Ирак, можно вспомнить, ну, опять же, вспомнить, да, Ирак, там, в 80-х годах, там, со своей сетью разных организаций, партий, там, от, в течение, там, не знаю, от Атлантического океана, там, до Ирана. И что такое, там, Ирак, середина 90-х, да, ну, да, режим сохранился, но уже его политическое влияние, какая-то угроза от него, как бы, внешняя, да, она была соединена к нулю, хотя до этого, ну, две войны развязал, там, одну в Куете, одну, там, с Ираном. Ливия, та же самая история, Куба, абсолютно ту же самую, Венеселло, тоже, надо еще вспомнить, там, как при Юлке Чавесе создавались различные, там, сети по всей Латинской Америке, финансировали за счет Венесуэлы, там, да, и прочее, прочее. Ну, сейчас этого уже фактически нет. Иран тоже, тоже, потому что, если бы не было санкций, если бы не было того экономического ущерба, который несет Иран, в результате этих санкций, наверное, успехи на Ближнем Востоке были гораздо больше. Нет, ну, конечно, Иран сохранил какую-то сеть, там, да, скажем, там, от Ливана, там, через Сирию, Ирак к своей границе, но все равно возможности гораздо более ограничены, чем если бы это было, там, вот, какие-то другие ситуации. ну, Южную Корею еще можно вспомнить, Северную Корею, ну, и так далее, да, и думаю, что это как-то вот запускается, работает и аргументируется, но в этом плане, мы должны это понимать, да, что, ну, никто не будет снимать санкции против Беларуси, пока не будет завершен конфликт, или хотя бы его активная фаза. Один вариант может быть, это когда будет со стороны Лукашенко какой-то, я не знаю, там, односторонний шаг, да, направлен на то, чтобы конкретно подемонстрировать, что он готов вот прям вырваться из объятий, там, да, Путина и так далее, хотя, ну, я не понимаю, как это может произойти, в том смысле, что Россия это невыгодно, количество рычагов, которые она может влиять на ситуацию в Беларуси огромное, уже даже войска свои, собственно, есть, да, и, ну, здесь, это перефронтовая территория, какие тут игры, какие тут, как бы, вот выпадения, да, из этого всего, ну, я просто сам не вижу, да, здесь какие-то возможности, но на уровне риторики, нарративов, мы тут можем придумать очень много чего, но, к сожалению, вот эта логика безопасности, логика войны, она у нас слишком такая, вот, негибкая, и в этой области, мне кажется, тут очень сложно, что там, как-то, как-то, как-то изменить, да, то есть, по крайней мере, вот, ну, это будет непросто. Спасибо, Андрей. Слышите еще добавить, просто дальше пойдем, потому что время продолжается, в принципе, у тебя, ну, конечно, очень-очень кратко, мне кажется, важный момент, потому что было сказано Павлом про то, что там, вот, Беларусь теряет суверенитет, да, как это воспринимается сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, да, почему поддерживают Украину, потому что Украина воюет за свой суверенитет, да, для точки зрения обычного, такого, скажем, европейского политика, Лукашенко, но он же сам пошел к России, то есть, почему его надо поддерживать, его какие-то устремления для возможного какого-то выхода, если, в принципе, это был его выбор, а может быть, выбор даже в большинстве, белорусского народа, как эти логические опросы показывают. Зачем это в это инвестировать, тем более создавать какие-то угрозы, бреши во всем этом. Тут вопрос даже просто придумать какие-то аргументы, то есть, для чего. И на самом деле не так это просто, потому что для очень многих стран Беларусь уже воспринимается в плане безопасности и в плане военного, как часть России. То есть, если смотреть аналитические отчеты последнего года, оно именно так и фигурировано. И в этой логике как-то еще выбить Беларусь в качестве отдельного кейса, ну, это реально очень сложно. Все там. Андрей, спасибо. Тогда Вероника. Я, Верни, коротко скажу просто, подсумую, скажем так, я сгодно, что сказал Артему про то, что белорусами не трогать быть такими мегацентричными, с тем, что сказал Андрей Фрагаспеку, але у трошкишим контексте. Я думаю, вельми часто белорусы забывают, что санкции вводятся заходными державами, демократичными державами в первую очередь для своей безпеки, своей национальной безпеки. Как оборониться от вот таких сумасшедших, скажем так, суседзел. И литерально и фигурально мы ведем уже кольки километров огорожи побудованной на межи Украины на белорусской, на польской белорусской, на литовской белорусской. Тобак навэт в физичном сенсе гэта агрожа и она з'явилась. И, конечно, ж, яны стараются аградзіцца ад махшымых диверси, ад махшымых агентам, уведом, што постоянно знаходзець белорусских агентаў и в Польши, и в Украине, и в краяных салачах переазлична. И тут треба разуметь, што для Заходу яны суб'ект, а не Беларусь. Яны думают про сабей, гэта абсолютно нормально. Добрый вельмі прыглад для гэта 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 санкція, які литеральна ў ночь былі прыняты пасля пасадкі прамусовай самалёта РНР ў Менску. Зержавы сабраліся, заразумелі, так, нам трэба бараняцца ад гэта сумасшэдшых людзей, зробім забароням вилавя, забароням пералюты, і все было прынята вельмі худка, тому што гэта ўж было пыта небезпекі грамандзян ўнтры гэта країн. Менавіта так трэба на гэта глядзець, не шакаць, што санкція менавіта накераваны, каб правесці дарасколу литер гэта гдалей. Але, ў той же част не пасрэдна, ўскосна гэта адбываецца, гэта адбываецца, і гэта такі пазитывный эффект санкціяў, і так сама вельмі важным моментам санкція ўзявляяцца ўсё ж такі моральныя вымярэння. Мы ведаем, што пакуль ёссанкція супраць жорсткіх рэжымаў, людзі, населніство, якоў жові ўнутры країны, яно заступай супраць, якоў жові замажо, з'їха по політичных прэжынах, яны, якбы, разумеюч, што прагэты країны не забыліся, там усведамляюць, што ёсць праблемы справаўчэка з дэмократам, што там ёсць рэпрэсіў, і гэта так сама важным момент, але, як і ў іншых країнах, канешна, санкція не прээдуць панацея змэны рэжыма без працы самих людзей, самих геларусам. Дякую. Дякую, Вероніка, саправдэй, нема някуха няких шарованых тут інструментов, працаваць за все дэрэба. Дима, я шоўнешт хасел додать? Да, я очень коротко, смотрите, я хочу еще раз к своему тезису вводнусь, почему я говорю, что мне кажется высока вероятность корректировки или, я не говорю о снятии, не говорю об ослаблении, говорю об корректировке пересмотра формата санкций в 23-м году. Из того, насколько я владею этой тематикой, достаточно в нее погружался, четкой установки понимания и вот такой картины целевой, почему и для чего вводили санкции, ее в принципе нету. То, что у нас сейчас происходит в дискуссии, это наше представление о том, как действовали или будут действовать акторы. Ну, в качестве подтверждения своих слов могу привести просто факт о том, насколько стремительно был вот этот пакет 2-го марта, если я не ошибаюсь, или 4-го, был принят, проработать такой масштаб которым него включили за буквально полторы недели после начала войны с неким просчетом, это достаточно трудоемкая задача. Я сейчас, ну, и почему в моем понимании очень важная штука. Случай, когда вы классифицируетесь однозначно, вот как говорит Андрей, как угроза, военная угроза, да, вопрос, я абсолютно признаю, что тогда вполне вероятно действует логика Андрея, я ее не отвергаю, я допускаю, что она где-то абсолютно четкая есть. Но в случае Беларуси здесь такая двойственная ситуация получается, что Беларусь вот в этой картине войны, она, ну, однозначно не друг, но если можно перетянуть ее потенциальным, ну, пускай не на свою сторону, но оттянуть от России, это может быть гораздо более мощным аргументом в противостоянии. И в этом случае применять ту же логику санкций, которая применяется конкретному врагу, конкретному противнику, например, России или Ирану, может быть ошибочно. И на мой взгляд, а, стремительность, с которой вводились санкции в отношении Беларуси, б, понимание, что логика в отношении Беларуси может варьироваться, сейчас приводит к той ситуации, что санкции в отношении Беларуси, их механизм имплементации вполне вероятно может быть предметом анализа, предметом повестки дня. Спасибо. Тогда я еще вижу руку дельфины. Ты же хотела что-то добавить именно по санкциям или спросить? Я, в мене є питання, я зараз скажу так о шанглинською, а буду говорить о украинською. Дуже рада. В мене є питання, слухачи, для Беларуси трешки назначено на другий план для Европейского Союза. Они трешки так не подбают про це, не підтримую демократии. На сполюсе поди на кордоне в 2020 году и протесты в Беларуси душе мы цера релакционовала. И трешки Европа, я думаю, игнорувала ци поди, как Лукашенко сближился с Россией, просто так на другом плане. И теперь також в санкциях и всем просто играет таки двухоплановый для российских войск я хотела немножко докладнеться, потому что Дима сказал, что там санкции принимались за тыдень, там типа полторы, но это не совсем так. На самом деле санкции пропорцовывались с конца 2021 года, только возникла вот вот дискуссия про то, что может быть напад на Украину, конечно, никто в это не верил, а американцы про это постоянно казали, уже началась оправиться про то, каким может быть отказ. Конечно, американцы пропорцовывали значительно больше конкретно, и памятник, как они там погрожали Путину адскими санкциями, но во всем нашем регионе это пропорцовалось. Знову же это не значит, что там шмат не было, все было абсолютно добропрадуманно, и, конечно, там таких речев шмат эмоцийных было в первые три дня, но не варто думать, что это просто спонтанная эмоциональная реакция, потому что дискуссии про это, про максимальный отказ с боку ЕС США, она тягнулась в середины 8-21, то есть там был много до полного часа. Так, что ты что-то пытанне, и, когда я его правильно заразумел, то есть два треки в санкциях, в отношении до Беларуси, я бы сказал. Один треки, связанный с правами человека, это то, что премито в 21-м годзе, треки, и это хуче такие символичные санкции сопротивленных предприемств, хотя, ну, напыльно, сколько из этих предприемств было больше, чем до этого. Есть трек, связанный с безопасностью, это посадка самолета ран-эйр, это миграционный кризис, и это уже потом в 22-м годзе война. И, конечно, мотивы введения у каждого трека, они абсолютно разные. И, в первом выпадке, с оправдой, там фрегуровала мета выборы в якости одной из таких, ну, той, до чего мусит привести гэтая санкция. Ну, но, когда мы скажем про санкцию по выньках войны, то там тема режим change там и такого кшталта в принципе не ставится. Дякую, Андрей. Большое так само руку Юрия Драко-фруста. Так само не спад санкции с тобой. Как так. Привитание. Уважаемое господарство. Дякую за цикавую дискуссию. Я хочу пару слов сказать. Я дозволю себе такую, может быть, крыху, может быть, такую геретичную метафору, але частково наша спречка выглядяя як в свой час спречка «Ци варта продавать Твиттер Илону Маску». Но спречаться про это саправдой можно было и варта было, напевно. Але это выращалось не теми, кто спречался. Это выращалось теми, кто Володом Твиттером и Маску. Маску ресурс его купить. Их сделка выращала а не меркование того, инших людей, а доброе. Это так и в даден выпадку ресурсам, объемом санкций, их по поширеням, по меньшениям. Володая своей подтримкой той, 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 иной, ступени войны и отповедно политвязнями. И вот мне сдается эта рамка она вельми важная. Но и коли казать про интересы вот этих гульцов, то я сгоден с Андреем так, что саправды особливо украиного суседя есть так бы мовить меркование секьюрити и они напершие, а ли меркование секьюрити относно Беларуси есть один маленький аспект. Беларусь не вступила в войну своей армией. Это важно. И есть питание, как можно поуплывать на то, чтобы она и далее не вступала пугой теперником. Это питание, не факт, что только пугой, что пуга может это продухилить больше, перник. Нехто то, про что сказал Змитер, скажем, Берлин, Париж, Рим, могчимо лечить, что и перник. Те отсутность продолжения пуги. Вот. И я хочу пригадать вам, что в свой час была сместовная дискуссия Артема Шрайбмана с Евгеном Пригерманом. Что может вырешить относно санкции в Беларуси? Могуть сприять вызволению политвязи. Только. Это была позиция Артема. Хиба я с ним сгоден. Так вот, моя думка поляга тем, что кали умолна кажучи Захад и лучшие штаты Евразвяз могчимо теж столицы названные мной и могчимо сгадзившися на их иншая столица Вильня Варшава паличать, что варта погулять с Лукашенком. Могчимо варта якбы пагандляваць вызволением при нам ся частки политвязни и могчимо послаблением некоторых санкций могчимо непоширением их долей я еще расскажу это не наша с вами сделка при все это вельми сумно но это их сделка калияны хочет пасти на такую сделку кхайны идут дякую как пашу Мацукевич и Наталья Радзе кали все будет займать одну позиции это так само может уплывать безумовно это не значит что дюйм не лишит что не из нас просто вызначаю политику вашингтона але неважно мы сказали что было но зусим уже не бы а то я попрошу Вероника Андрея Дима кали можно вельми коротко бо мы все надо оберковать и в политичных белорусских акторов все равно в кабинет и про но 23 как нагады так само как у час у пила не все санкции кали ласка коротко Добре я коротко пашну только скажу что про все мою повазе я с вами не сгодна на мой думку нельзя паралновать бизнес сделки с санкциями яки набагата больше складанные процессы где уплывают диаспоры экспертные группы лоббийские группы бизнес интересы это такой комплексный з'ява и тут казать что эта сделка не зусим кали б не было тиску диаспора не было санкции усупрац мероприемства кису працонучу с Беларусь калием калиб не было деяностей кабинета Тихановска не было махчама премия беларуским правооборонцам людям репрессионованным и так далее политичным процессом бизнес это не одно и то же Дякую Андрей Я так само сказал бы что не так парцюе то есть каб уявим себе Захат пачал гандлявать санкциями обмена беларуских полезня вольных мысель бысь некая причина адзина причина чем мысель гэта рабица то что есть очувание что в Беларуси гэта будет успрянято добро что беларусы хочет как это отбывалось как это ну гэта не то и что европейский звяз просто бере с воздуху кали скажем гэта тема не агучвается в медиях заходних тады гэта могут подхапить политки кали гэта агучвается на сустречах с диаспорой зноу политиков альба чиновников так само гэта можа быть подхаплено и вынеку быть обыдаваны у парадагня но это то что вероника так разумею казала вот и это таким чином прорсует это не так что прямо вот там проснулся некий европейский чиновник и подумал а чему нам не заключить домов с лукашенко и чему нам не выставить полизвязи ну слушайте но беларуси полторы тысячи полизвязи в египте их сдаются 11 тысяч там 15 там у свете шмат могли людей сидеть па іншиму як працы скажем правооборонцов европейских беларуских политиков демократичных и так далее па іншиму як гэта пытання просто николе не з'явица на парадку дня конечно далей выращая субъект суверенный субъект там ЕС конечно гэта в яглом руках але без актывності с боку беларусов ті беларуских куладу ті некі беларуских демократичных сил гэта пытання просто може не з'явица на парадку дня это перший пункт а дуги тыщутся на кольки там хто боїться беларуская армия мне поддається що ніхто ну я не бачу ниводные предмети що там ніхто ті в Україні ті на Заході боїться що Лукашенко своїми військами там війде в Україну перні я думаю що ні максимум не приміняєсь нові санкції так напомнено в принципі про це амеріканці постоянно кажуть што калі будуть будзі ескалатся з боку Беларусь ті ми будземо вводзі нові санкції і паз гэта фактична отбувається коммунікація прикмету ніякій інші коммунікація што прямо ніякі бонуси будуть давати Лукашенко зато кап'йон там вийшов ну кап'йон не удзільничав в конфлікці ну ну і нет я гэта пранамся нигде не бачу мне подається це вельми такі нереалистичний сценарий дяку Андрей Дімаш хотів ніяк дадач перемі коротко давай так литерально ніякалькі слову я вася дарагаваць таксама на спадрат раках роста слову я мінавіта з гэтай пазіцій сходжу калі кажу што мы падайшлі дарысы як не падається калі може біць переглядзен механізм санкцій сходжу з пазіцій таго што ў актару змінілася іх мачымо іх зараз больш часу для таго каб больш выразно прадумаць іх мэтывацю і таму што вось моя папередня теза аб тым што гэта праймалася худка я маў на увазі што выразная мэтывацца што мы хатім дасігнуць гэтамі санкцілі хучай за все адыходзіла на другі план мачыма за хучай домінувала логіка трэба реагаваць таму што мы не можам не адрыгаваць зараз ў дачыненні до Беларусі ставленні санкцій ў дачыненні до Беларусі можа быць адрозна і зараз ёсчас на таго каб прайясніць больш выразна паглядзіць на механізмы які можна викарастоваць ў дачыненні до Беларусі ацюль на аналізі сістэм мотываць геннавіта тых актару я добре разумею што гэта заходнія актаря праймаць рэшэні і базуюця мою тезис об якім я кажу што двадцать трэці год на мою покляд гэта можа быць годом калі механіка санкцій дачыненні до Беларусі можа вагацця ці адносно істотно заміняцца так все дякуй про санкція актуальна тема но все-таки не тільки про них а можна питання а можна це не про санкція не про санкція не давай до санкція потом потому що я че сделаю внашовлю до дискусії потому що вижу тема актуальна я че поговорить може може просто раскрыть краху що значить зміні регулювання санкцій може дяку коротко просто таму што сам тезис цікавий але Андрей за паў хвилины калі можеш кто калі ласка не я у Дімы до питання просто задаю мне кажется Дімя сказав што што хотел сказать дзім є што дабавить на 30 секунд давай на 30 секунд все може што ба це фактично мерколі то чим я кажу што гэта махчыма там падвішэння узровню гэта смач там забарона на пастаўку прадукцы А, Б, Ц и увядзэння ў гэтую пастанову вынятку там для някаторых кейсу допускаю што такое я адказу нема я шэраз я тут с такой с пазіцы збоку я не кажу што гэта добра ці так трэба я кажу што на мой погляд сітуація саспела дзі таго што такой развядцё падзей махчыма вось ўсшали все тогда попробуем сегодня закрыть тему санкций и следующий вопрос хоть и ещё важный но и дарятнон тоже будем стараться не слишком долго как можно оценив деятельность Тихановской и кабинета и что вообще они смогут сделать в 2023 году потому что мне кажется в 2023 году было собственно кажется очень много было обсуждений сколько всего обсуждалось Тихановская и кабинета Да, таких деталей, которые в 2020 году, мне кажется, никто настолько не рыл в детали штаба Тихановской, как рыли в 2022. Но при всем при этом, мне кажется, что за казалось бы огромное, огромное мишурое обсуждений, очень мало теряется в такого физического взгляда, как деятельность, какие успехи-то были или не было. И от того же кабинета что в 2023 году ждать? Поэтому давайте, райот чуть больше попробуем. Андрей, тоже сразу включил микрофон, правильно, давай с тебя и начнем. Как бы оценил деятельность? А, Павел Фарид? Ну, лучше, чем ничего, да. Так, наверное, оценил бы. Ну, конечно, война очень многое что изменило. Если вспомним, идея этого объединенного переходного кабинета родилась чуть ли не в первый или второй день войны. Да, и, наверное, и вообще была потом, ну, появилась снова там на повестке дня, там, летом, опять же, из-за того, что стала меняться динамика этого конфликта, он стал там затягиваться. Поэтому, ну, в общем-то, в целом вся динамика была определена тем, что проходило в Украине. И это привело, естественно, к консолидации демократических сил. Это был первый фактор. Во-вторых, очень серьезно вырос интерес к демократическим силам, как к таким потенциальному представителю воли белорусского народа, учитывая усиление изоляции Лукашенко, да, и с тем, что он, как бы, стал еще более и более токсичным. То есть это вот, как бы, два фактора, которые, ну, позволили держаться демократическим силам на плаву, ну, и, по большому счету, остаться в повестке, да, информационной, как минимум. Не хочу там оценивать, насколько их там, как бы, поддержат, не поддержат внутри страны. Наверное, тут каких-то иллюзий иметь не нужно, но хотя бы для, вот, внешнего контура, может быть, даже позиции были и усилены. Именно за счет того, что всем, все стали как-то лихорадочно искать какую-то альтернативу власти, какую-то силу в Беларуси, которая, как бы, против войны, там, да, и так далее. Играли вот с этим, в принципе, все, в какой-то степени даже украинцы. Ну, и, наверное, вот интересным таким феноменом 22-го года стало то, что был, была создана, ну, пока еще протополитический субъект на базе полка Калиновского. То есть, ну, сначала полк Калиновского, да, потом уже вот эта вот игра. И, наверное, дальше мы будем, вот, видеть попытку вывести его на более такую широкую политическую арену. Причем это абсолютно новый субъект, милитаризированный, с такой открытой, да, национально-демократической, назовем это так, повесткой. Тот, чего в белорусской политике, в принципе, не было, ну, наверное, последних лет 20, это точно, если было когда-либо вообще. Ну, и неприятно, как это, конечно, будет сочетаться, да, вот эта вот структура, созданная после 20-го года, и которая создана в этом году. Поэтому, ну, мои оценки такие, что это лучше, чем ничего. Где-то какие-то возможности основные демократические силы смогли использовать, хотя, опять же, это скорее работа в информационном поле. Если говорить о работе такой реальной, там, скажем, с людьми, с целевыми группами, по отстаиванию интересов тех или иных субъектов, ну, скажем, там, бизнеса, гражданского общества, диаспоры и так далее, а тут, конечно, большое количество субъектов, то есть есть большие ожидания от этого кабинета, но, по большому счету, у него нету capacity, чтобы эти ожидания как-то выполнять, ну, просто нету людей, да, потому что что такое кабинет, это пару человек, и которые там типа политики, да, и еще пару человек, которые в аппарате, которые должны обеспечивать решение, хотя понятно, что все эти задачи, чтобы реализовать, там, должно было быть, наверное, там, десятки людей, появятся они или нет, это большой вопрос. Поэтому, ну, с точки зрения ожиданий, с точки зрения какой-то информационной работы, в целом все было достаточно успешно, ну, учитывая все обстоятельства, но с точки зрения содержательной работы, ну, мне кажется, что есть очень большие проблемы, и вот, к сожалению, наверное, в 23-м году они могут выйти на поверхность и вызвать вот кризис новый, да, вот в этой демократической среде. Спасибо, спасибо, Андрей, я вот, мне кажется, настолько скептически очень отношусь к политическому предстоящему полка Кольновского, что даже не выставлял этот вопрос, но, в принципе, да, если у кого-то есть, добавишь что-то и про полка Кольновского, может сказать, ну, да, это интересно, как бы, не феномен, необычно, тут полностью согласен, но... Ну, как бы, с ним начали работать, да, в этом плане, в том числе, скажем, и украинцы, мы видим, что там присоединился там Супратию, там киберпартизаны, наверное, еще какие-то будут шаги в этом отношении, по крайней мере, я их вижу там на уровне вот экспертных обсуждений украинских там различных, да, вот, поэтому, ну, кто знает. Ну, посмотрим, да, не, безусловно, да, я просто это к тому, что если в этом блоке кто-то захочет сказать про какие-то важные события и перспективно, не знаю, там, Кольновского или, может, не знаю, может, мегатисфорум Цепкалыч такой сделал до 2-м году, что заслуживает обсуждение или еще какой-нибудь политический сектор, так, в принципе, тоже, конечно, можно, я тут так волонтаристки всех сконсультировал на Кольновской кабинете, ну, если есть что добавить, то посмотрим. Дима, ты бы что хотел сказать с точки зрения, не знаю, может, и с экономической точки зрения, и насколько, ну, докладные, подтолегаемые меры, ну, и насколько, может быть, не знаю тоже, насколько это будет по своей части, но, может, с точки зрения того, как экономические самодеятельности этих политиков выставилось, потому что была зарезка для фондрайзинга, зарезка разобрались с фондрайзингом, и как не разобрались, кажется. Может, какие-то и праздники тоже мысли сможешь добавить? Ну, в экономическую повестку я здесь не полезу от слова вообще, потому что, как Андрей абсолютно верно сказал, нет капэсити, и предъявлять какой-то счет за экономическую повестку, на мой взгляд, ну, это абсолютно нерелевантно тут. Мое отношение, если я про экономику сказал, белорусскую плохо, но могло быть хуже, про деятельность кабинета, кратко я бы сформулировал, неплохо, но недостаточно хорошо. Вот оценка, что я в нее вкладываю, под это неплохо, начну вот с этой части, явных ошибок и каких-то ошибочных плохих действий не вижу, ну, серьезных, там, ну, ты затронул там многим вот этот кейс с Зарецким, это как чуть ли не такой эпический провал воспринимается, я его гораздо более спокойнее воспринимаю. На мой взгляд, вот таких явных ошибок сделано не было, и при этом, ну, что для меня очень важно, почему мое отношение такое, у нас часто к демократическим силам мерку актора политической борьбы предъявляют схожую с меркой нормальной страны, где оппозиция имеет институциональную базис, ресурсы, опыт нахождения во власти. Но надо понимать, что когда у нас все гражданское, абсолютно, всю гражданскую инфраструктуру уничтожали долго, сейчас вытеснили в эмиграцию гражданского общества в абсолютно репрессированном состоянии, то уровень политики, которая реализуется, он порой любительский. Да, это так, это наша общая проблема, это наша общая боль. И в этой ситуации предъявлять, пользоваться стандартной метрикой, ну, достаточно сложно. То есть любому, кто занимает эту позицию, априори гораздо сложнее, чем, я не знаю, в Украине перед Евромайданом или где-то еще. То есть я вот принимаю во внимание эти оговорки, на мой взгляд, в текущей политике, в текущих решениях, логика, ну, я, по крайней мере, ее видел в качестве реакции на происходящее событие, она была, ну, не скажу, там, идеальной, но вполне адекватной. Почему недостаточно хорошо, вторая часть, то есть, я сказал, неплохо. Ну, может, еще в первой части, почему неплохо, я использую формулировку, а не хорошо. Вот чего, на мой взгляд, немного не хватало, даже в краткосрочной повестке таких каких-то флагманских лидерских инициатив. Скорее, это шло следование за повесткой. И если 20-й год, что происходило тогда, это фактически демократические силы, вот, подсели на волну и задавали ту самую повестку, я не только про медиа, я про действия, про содержание вообще политического поля. По сути, власть была таким ведомым, то в 22-м году ситуация поменялась, и, скорее, вот таким ведомым уже были демократические силы, и вот конференция в августе, она, наверное, единственным была событием, когда попытались эту логику перебить. Но, а насчет недостаточно хорошо второй части, ну, результат, он, да, далеко не оптимален, но я, опять-таки, могу сослаться на условия, когда он мог быть еще хуже, но он не лучше, тоже, к сожалению. Но вот главная вещь, за которую бы я критиковал, на мой взгляд, прошедшего времени, полутора-двух лет, уже достаточно для того, чтобы начинать формулировать какие-то, ну, опять употреблю слово, флагманские инициативы, долгосрочные инициативы, давать стратегические ответы на те вопросы, которые возникают. То есть, например, там, реакция, предложение о том, как реагировать на вовлечение, на втягивание Беларуси в союз с Россией, какой механизм может быть, что может делать гражданское общество за рубежом, когда огромное количество людей вытеснено в эмиграцию, как его можно структурировать, организовать. Вот такие фундаментальные вещи, вот, на мой взгляд, они должны браться на вооружение Демсилами и задавать ту самую повестку. Вот здесь это поле, на мой взгляд, немножко провисает, и это, по мне, основная причина, почему мне достаточно хорошо. Спасибо. Спасибо, Дима. Вероника. Спасибо большое. Я сконцентруюсь, начну с позитиву. Я думаю, что то, что делает офис Лан-Сихановской у замежной политики, это состоится, наверное, довольно эффективным. И, нават, калі казаць про такі моманты, можа, трошки камічны, як, напрыклад, то, что отбылось на саммите в Лодзе, калі Сихлана-Сихановская падышла до Андрея Дабкюнаса, прастунека встына, как Беларуси, и там было бы ката мимога, и так далей. И давайте, калі, мы, конечно, ёссь моманты для росту, поле для росту, але я думаю, что Беларуська оппозиція могла тольки 20 год таму марысь про то, как быць на саммите об асье, и вось иметь макшымасть патроліць беларуску владу на такім узровне. Конечно, ёсць моманты, дзе ёсць недохопы. Гэта ў першу чаргу мне, особистовими, хотелось, аб, ка было больше макшымастью для офиса и кабинета пераходнага працываць с людьми унутры Беларуси, але, як ми ведам, гэта віне цяжка інструмента фактышна нема, репрэсси працягаваўцца, але застаюцца на шастя мультэмеды, застаюцца некі каналы сувязь зя тякаучші інформаційным тыхна людьям, які некім чына дзазваляўць офшісу і кабинету праходзіць своўдзеўність даволі публична, і некі Атрамоліват напраста ўчасамі сувязь нами з людьми. и добро, что новая конференция «Новая Беларусь» и т.д. это всё отбывается публично, можно глядеть стримы, глядеть, что отбывается, глядеть, кто и кто. Это таки, саправды, вельми важные кроки уголи у демократичном расцвети Беларусь. Того, чего николи не было, и будем сподеваться, что это протягнется таким позитивным становочным речащим. А что датычатся еще неких моментов, скажем так, адмонных, негативных? Я вось акурат невельми добро восприняла гэты конфликта с ваколы звальненню альсыходу, правильно сказать, Татьяны Зарецкой. Я думаю, что там выявилась некая проблема уже в беларуском романстве датычных, тем, как вспоминаются беларусские медиа демократичной субольностью. И в этом же чы нам показалось себе не сильно доброго боку на конференции Вероника Цапкала, когда сказала, что треба у жне уния гэта года на конференции гэта, когда нужно контролировать медиа. И тут мы бачим, что в угле для всего нашего грамотства есть, снова таки, просторы для росту. Але снова таки я закончу все ж таки позитивно. Все гэта и процессы для мяне на гэта некий хаос пэлный и некоторые розные, скажем так, форс-мажорные ситуации, они свяжутся ж таки про то, что идет процесс, что гэта не болото. Как было ранее, что есть некая динамика и будем только спецэваться, что эта динамика, я думаю, что она застанется. Потому что, как я уже сказала, так само ранее, что у нас зараз есть довольно мощные политичные центры в Варшаве и в Вильне. Так, мы не в Беларуси, але все бывает довольно динамично. Есть инициативность у людей с этой идеей и подкреслю так само особистый рост, конечно, Светлана Цихановской, в реке протягивается. И гэта так само доволи неверогонно то, что мы бачим. Дякую. Дякую, Вероника. Ну что, Павел, что есть от афики уражения от разных политических акторов и от кабинета Цихановской? Ну, я не связываюсь с кабинетом или с какими-то иными политическими силами, которые сейчас действуют, какие-то переменные в Беларуси. Я думаю, что все игроки вне игры. Мы сегодня об этом говорили в контексте санкций, что есть Запад, есть Лукашенко. Можно добавить в качестве игроков Россию, каких-то иных акторов, но на этом поле кабинета нет. И его влияние на принятие каких-то решений в западных странах точно носит ограниченный характер. И вот коллеги Артем, Андрей мне любезно объясняли природу и причину, по которым принимаются санкции, или идет то или иное давление. Я думаю, это было бы полезно послушать в первую очередь представителям кабинета, которые, в общем, активно лоббируют как и санкции, так и изоляцию. И претендуя на роль некого прото-правительства или альтернативного правительства, должны, как мне кажется, думать прежде всего в интересах Беларуси. Все, что сегодня говорилось о санкциях, исходило из того, что санкции по своей природе – это защитник или лоббист интересов тех, кто их, собственно говоря, вводит. То есть западных стран. И то, что, опять же, роль кабинета и диаспоры, суполок, она объективно ограничена, на мой взгляд, подчеркивают те, пусть немногочисленные контакты лидеров западных стран, которые были с Александром Лукашенко. Ну, Макрона позвонить Александру Лукашенко в первые дни после войны заставляло точно не белорусская диаспора, и вряд ли он согласовал свой звонок со Светланой Тихановской. Все это было вопреки. То есть он не прочитал о необходимости контактов с Лукашенко в свежем выпуске «Ле Матен» или какой-нибудь иной франкоязычной газеты. То же самое касается звонков на более ранних этапах и госсекретаря США Помпео, и звонков президента Швейцарии Владимира Макея и так далее. Я вижу перспективы кабинета как некой структуры по лоббированию интересов Беларуси за рубежом. Вот здесь, мне кажется, есть у кабинета потенциал и возможности, и уровень встреч позволяет эти вопросы продвигать. Я думаю, что также кабинет мог бы, так сказать, заняться некой позитивной повесткой и тем же условным планом маршала. Пытаться что-то на этом поприще создавать, пробовать, ну я не знаю, если лоббируя санкции, попробовать также добиться, по крайней мере, обещаний поддержки со стороны Запада Беларуси в тех размерах, в которых, так сказать, в размерах того ущерба, который потенциально наносит санкции, в вопросах снятия виз и так далее. То есть работа на какую-то позитивную повестку, которая бы и действовала положительно и на репутацию самого кабинета, мне кажется, здесь у них есть потенциал. Ну, то, что касается изменения ситуации в Беларуси, перспектив по крайней мере в 2023 году я для кабинета не вижу. Спасибо. Спасибо. Я прямо ждал, когда после того, как вы сказали, как санкции возят в Тради Запада, я ждал, когда скажут, что вот, смотрите, доказательства такие неодородные. Но это правда было риторически неизбежно, все логично. Окей. Артем? Да, Артем с нами, да, вижу. Артем, как ты оценишься по политикам? Спасибо большое. Я думаю, что очень неправильно было бы давать некую общую одну оценку, потому что политика демсил существует и реализуется на нескольких нишах. И создание новых ниш, наверное, находится не в их власти, не в их, то, что называется, capacity, а вот в существующих данных им ситуациях и нишах они себя проявляют по-разному. Ну, первая ниша очевидная, в которой они были в 2020 году, это борьба за власть в Беларуси, то есть такая оффлайновая политика внутри Беларуси. Здесь, понятное дело, нет, ее не существует как таковой, да, и они не смогли для себя ее создать, да, то есть никакие планы перемога не были реализованы, и никакие попытки сохранить, то есть мы не видим успехов в сохранении дворовых сообществ по абсолютно понятным причинам, да, просто здесь сложно что-то противопоставить катку. Не увидел я, на самом деле, успехов в этой связи и с созданием, с подготовкой будущего для некого оффлайнового реального сопротивления внутри Беларуси, то есть создания каких-то боевых структур за рубежом, что было провозглашено, в частности, силовым крылом кабинета, но я не вижу успехов. То есть те единичные репортажи медиа, которые выходят о тренировках этих Харук с политого рушения и так далее, ну, там десятки человек максимум тренируются, жалуются, что у них нет денег, судя по всему, вообще финансирование кабинета – это огромная проблема, и поэтому пока тут нечего отмечать со знаком плюс, то есть это пока скорее символические намерения задекларированы, а не какая-то успешная работа. С точки зрения дипломатии, я об этом сказал Вероника, абсолютно согласен, что здесь успехи есть. Я думаю, что они выжимают максимум из того, что они, в принципе, способны в этой ситуации. Демократические силы, учитывая общее падение интереса к Беларуси, учитывая абсолютно явный новый угол внимания, под которым смотрят на Беларусь, как военный плацдарм, а не как некое место сопротивления сил добра и сил зла, как в 2020 году. Теперь же в этих новых обстоятельствах, я думаю, что беларусские силы выжимают, как я говорил, все, что они могут, и пытаются в меру своих сил, и я думаю, достаточно успешно сохранять для беларусов все-таки отдельный образ по сравнению с беларусским государством. Здесь можно провести простое сравнение с россиянами. Каким образом российская оппозиция может себя продать за рубежом, каким образом она способна влиять на принятие недискриминационных решений в отношении россиян за рубежом. Разница в успешности очевидна. Мне даже кажется, что русские сами ее признают, что хотели бы иметь что-то похожее на Тихановскую, ее как кабинет или офис, и похожую репутацию отдельную от своего правящего режима. В Беларуси так или иначе, в беларусском случае, так или иначе получается, что видно в том числе и по санкционным решениям, по визовым решениям, которые не всегда пробелорусские, но разбежка между отношениями к россиянам и к беларусам, по-моему, вполне очевидна. Ну и кроме того, они успевают иногда отменить какие-то непропорциональные такие санкционные решения в адрес студентов беларусских и так далее. При этом и в дипломатической работе я вижу, если хотите, на мой взгляд, с гуманитарной точки зрения, такой колоссальный провал. Это неспособность наладить поддержку полноценную, всеобъемлющую поддержку семей политзаключенных в Беларуси, самих репрессированных, жертв репрессий. То есть такое ощущение, что приоритеты по фандрайзингу находятся где-то не там. Что они находятся в каких-то других местах, а родственники политзаключенных на земле не имеют инструментов рассчитывать практически ни в каком случае, кроме там редких-редких статей расходов на поддержку международного сообщества. Идем силы здесь. Я не вижу их усилий. Вот сейчас они создали, назначили представителя по социальным вопросам в кабинете. Возможно, что-то изменится. Но два года с половиной, мне кажется, было уже достаточно времени, чтобы институциализировать поддержку жертвам репрессий за пределами того, что могут сделать правозащитники. Что касается еще одной ниши, сохранения внутреннего единства, консолидации, здесь двойственно. Создали кабинет, какие-то силы объединили в нем, но не все. И мы видим под конец года уже признаки новой фрагментации. Мы видим, что, говоря советским языком как слева, так и справа, кабинет Тихановской атакуют, как с точки зрения критики из таких более мейнстримных сил. Мы видим другую позицию партии вместе, сторонников Бабарико. Мы видим со стороны более радикальных сил, боевых отрядов, абсолютно построение отдельного центра силы в Киеве, вокруг полка Калиновского, вот гиберпартизаны туда же дрейфуют, и супротивы. То есть получилось, что и наиболее воинствующие силы не до конца поддерживают кабинет, хотя часть из них вступила в состав. И наоборот, разумеется, силы, которые выступают за противсанкционные повестки, за больший какой-то диалог с властью, они тоже не присоединились к консолидационному этому тренду. И из этого исходит еще одна ниша, которая, мне кажется, происходит деградация, а не какое-то движение вперед. Это рост популярности. Здесь падает популярность Демсил, падает способность общаться с белорусами. Есть замыкание некое на свой электорат. Еще раз, это абсолютно объяснимо многими объективными причинами зачисткой медиапространства. Но я, если честно, не увидел никаких усилий от демократических сил на противодействие этому тренду. То есть вот есть объективный, природный, если хотите, тренд на то, что белорусы устают, белорусы отключаются от политики. Многие белорусы считают, что чуть-чуть более радикальна повестка Демсил, чем хотелось бы по тем же санкциям и так далее. И я вижу очень-очень скромные усилия самих Демсил сохранять контакт с массовым избирателем, который у них был в 2020 году и который они теряют. И кажется, что эта ситуация их более-менее устраивает. То есть они фокусируются на своем ядре и дальше так и функционируют. Ну и последнее, что я скажу, это вот, что мы тоже не обсуждали, но, наверное, это имеет смысл именно такой эксперт-аналитическом сообществе обсудить. В 2020 году я вот, мне кажется, в том числе в нашем этом формате, эксперт-аналитическом клубе говорил, что то, что оппозиция не выработала тогда в 2020 году некой четкой идеологической альтернативы, некой концепции развития будущей Беларуси, когда они придут к власти, было скорее плюсом. Это позволяло собрать под себя максимальную коалицию, не оттолкнуть от себя пророссийских, не оттолкнуть от себя, я не знаю, и марксистов, и либертарианцев. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть говоря в общем об общих демократических ценностях, новых выборах, свободах политзаключенных, вы создаете максимально большой общий знаменатель с максимально большим числом беларусов. Но сейчас, два с половиной года прошло, уже очевидно произошла поляризация, уже не происходят электоральные борьбы, уже явно скукожилась электоральная база демократических сил, и мы все равно не слышим и не видим никакого концептуального лидерства, нет никакого альтернативного предложения, как во внешней, так и во внутренней политике. То есть была попытка создать свою конституцию, как-то она потонула во всех остальных инициативах. То есть она не рекламируется, что ли, активно, не обсуждается. Нет понимания вообще. Демократические силы хотят прийти к власти и сделать что? Они хотят какие реформы провести? Какую внешнюю политику они хотят видеть? Это все-таки европейский выбор? Или это все-таки некое нейтральное оппозиционирование? На эти вопросы нет четких ответов. Есть очень обрывистые такие эпизодические ответы, которые не то чтобы это им очень сейчас, знаете, помогло вернуть себе релевантность. Но я думаю, что для многих людей было бы важно понимать вообще вот два с половиной года, те еще, кто поддерживают демократические силы и кабинет. А вообще за что именно они выступают? Все понимают, против чего они выступают. Но вот на вопрос за что ответ можно было не давать в августе 2020 года и в сентябре. Но вот мне кажется, к началу 2023 года его уже можно было сформулировать, не опасаясь, я не знаю, потерять оставшихся полтора сторонника, я не знаю, интеграции с Россией или кого-то, кого еще страшно терять. Я думаю, что причина уже не в том, что они боятся кого-то терять, а в capacity, в том, о чем мы говорили, что нет способности продуцировать качественное, всеобъемлющее такое концептуальное предложение или этой способности очень мало. Возможно, оно есть там еще среди некоторых экономических советников, но в целом как-то оппозиция старая при всей критике, которую можно сказать в их адрес, так или иначе, если хотите, даже фонтанировала программами развития страны. Была народная программа, было миллион новых рабочих мест, хотя бы было понятно, что они предлагают. Вот сейчас я думаю, что это серьезный дефицит, который стоило бы заполнить. Спасибо, Артем. Во всяком случае, не могу не заметить, что, мне кажется, последний тезис несколько вступает в конфликт, я уже сам говорил про то, когда они консультируются на своем ядре, мне кажется, что любая выработка более конкретной программы, тем более, мы уже уточняли в нынешних условиях той же войны, приятно, в общем, какой она будет, что это, в общем, будет приводить к еще большей концентрации, по сути, на своем ядре, это будет приводить к той же самой проблеме, получается. Ну, все, при этом я понимаю, да, твой запрос, в общем, тоже, в общем, отразделяю, у Андрея была рука. Да, и, может быть, просто в продолжении того, что Артем сказал пару тезисов. Может быть, коротко, чтобы потом мы успели, собственно, на завершение прикоса дать. Сколько секунд? 72. Во-первых, по поводу того, критики слева-справа в отношении кабинета, да, понятно, что в Фейсбуке там много политических сил и много разных позиций и так далее, но вот как-то получается, что если приходить к конкретным действиям, то возникают проблемы у многих политических сил, а кроме, получается, кабинета, и сейчас, возможно, полка Калиновского, да. Вот, кстати, на конференции в августе это было очень хорошо видно, как, скажем, цепкало там и со всеми этими своими форумами фактически просто не смогли продемонстрировать ничего такого. То же самое касается, наверное, и партии вместе, как мне кажется, да, потому что кроме того, что она есть, ну, как-то сложно вообще знать, что она еще делает, кроме того, что она вот где-то там существует. И это продолжение проблемы вот концентрирования на ядре, да, потому что я понимаю, вот, как бы, офис себе нащупал какое-то ядро, и у него он есть, она с ним работает, какой-то контакт чувствует, ну, ок, да. Мы говорим, ну, давайте, надо работать еще и с нейтральными, но вот пускай бы партия вместе работала с нейтральными, показали, как это делать, сделали бы какие-то новые медиа, какие-то еще месседжи туда запускали, и так далее, и подобное. Но все сводится к тому, что представители партии вместе говорят, нет, вы офис должны работать еще и с более, там, умеренными, давайте вы, там, что-нибудь такое сделаете. Ну, оно не работает. Ну, как бы, здесь не может, все-таки, для того, чтобы занять весь политический спектр белорусский, нужны разные политические силы. Это гораздо проще, чем, например, создать одну, которая бы вдруг такая была бы для всех хорошая и пушистая. А получается, что все проваливаются, но только вот, фактически, мы имеем только один какой-то такой центр, который имеет, не то, что он сильно хороший, а в том смысле, что он имеет какие-то ресурсы, он имеет став, он имеет, там, какую-то репутацию, и под это может реализовывать хоть какую-то политическую деятельность. Все остальные, ну, я так этого особо не вижу, да. И вообще, как бы, да, вот этот вот очень такой негативный, негативная тенденция заключается в том, что, в общем-то, вот этот центр, неопределившийся, он становится все менее и менее функциональным и все менее кому-то интересен. Потому что нет электоральной, как таковой, борьбы. Соответственно, ну, как бы, если вдруг что-то случится в Беларуси, что решит ситуацию? Общественная поддержка или наличие каких-то просто мобилизированных, организованных структур? Ну, скорее всего, второе. Да, как, например, там, в какой-нибудь Сирии, Курдистан контролирует не самые популярные политические силы, а только те, которые имели хорошую организованную, там, военную организацию. Ну, или, по крайней мере, вот логика такого плана сейчас все более и более внедряется, да, или распространяется и среди демократических сил, ну, и, кстати, и среди властей. Потому что им сейчас тоже, как бы, большинство не так интересно, как вот укрепление своего бастиона. Спасибо. Спасибо, Андрей. У нас время наше, мы, как всегда, бываем на интересном моменте, на конец года хочется позвать побольше людей ярко, потому что я знаю, знаю, что еще будет больше, что спикеров, мы не будем укладывать свое время, но еще хочется. Знаю, что вот уже и Веронике уже надо будет бежать. Я думаю, кому-то еще, у всех будет время поджимать. Поэтому сейчас я попросил, во-первых, да, Вероника, точно, не отпустим пока, не поспеем дать слово, мы докладываем его поспеем дать, чтобы докладная была максимальность выказать прогнозом на наступный год. И так само я прошу потом, Антона, может, больше ваше почитать чат, потому что мне традиционно с телефона даже набачено. Я там, притом, спакуль, я там ваше питание с больше годы, на какие уже прогулчали адказы. Один, может, кроме питания, почему у нас снова мало белорусской мовы? Знову нагадать, что у нас нема игра случая, как и с иншого комиссара с маузером, який примушал спикеров, разговаривать на той иншой мове, каждый выбирает это сам, и я не планую докладно быть таким комиссаром, Антона, думаю, так само не плануя. И тамо Антон, как раз, может, поглядзи, какие у нас иншые пытания в чате, и так само я попрошу всех, кто присутствует, кто хотел бы так само, не что, чтобы дать, и максимум поспетники свои прогнозы, просто, сего дать. Так само, может, поднимите руку и дадим такую максимум, ну, а зараз, может, справдить, все ж таки, уже на самом-самом приканцы, на самый-самый опочный час, подумаем на то, что, справдить, что будет означать в нужную политику Беларуси в 2023 году, и что в уголе обустили, не можно шекать ничего, кроме просто, так, ручку негая, больших репрессий, воська этого всякого, не можно шекать ничего, иншого, что будет тут означать. И, покольки Вероники спешается, то на Вероники может, дады, с тебе и пошли. Добро, дякую, але я послухаю коллегу обовязково, что ины скажут. Конечно, рабись прогнозы, вельми неудяшная справа, але я могу сказать про наступное, что безумно означать, что будет отбываться в Беларуси, будь, конечно, война в Украине, на мою думку, об этом не было, потому что это связано с демократичной будущей Беларуси, и с авторитарной цеперашним часом. И тут я, на мою думку, так сама напелно будуць узмацняцца репрессии, это первое. Другое, будь узмацняцца тиск России президента Путина на Лукашенко по самых разных накерунках. И в ту же час, конечно, будь, будь оказываться, была надапамога, як это было и ранее, тому, что Лукашенко заявляется один союзникам зараз России в европейском регионе. И еще один момент, я думаю, важный, я думаю, что коллеги так самым смысл Шимаа-Змитеркарта скажут, что будет погрешаться экономичная ситуация в Беларуси. И тут, тут хоть таки не прогнозы, а пожадания. Я б вельми хотела особо, чтобы неким чинам удалось демократичным силам за межой про это не забыться. И я у меня нема отказа на это питание, як это зарабить, як к этому людям допомогши, але инфляция, рост коштау и погрешение життя Беларуси, оно, конечно, протягивается и все, кто мог з'ехать ехал. И это будь, конечно, вельми так самым важный момент и в политичном сенсе, потому что, кали певный момент улады Беларуси выстрелят с неким планом социальной допомоги к этому людям, с неким социальным новым контрактом, то може змениться и динамика патрымки демократичных силам у Беларуси. Я думаю, что это одно, что я могу сказать. Все остальное я не устану зараз прогнозовать, только могу пожедать нам, чтобы закончилась война в Украине и перестали генуть люди. Так, только Вероника, саправды, паколики мы не спадали, мы не будем пытать экспертов, який будет курс доляра на конец года, мы, наверное, в зельнике, отказываем на эту опыту. Ну что, давайте тогда превратаемся до говидного аппарата, Андрей, какие твои прогнозы, что будет вызначать 2023 год внутри Беларуси? Я вот сгодный с Вероникой, что все будет вызначать подзея в Украине, на жаль, а это значит, что, снова же, роль Беларуси и навык беларусских уладов, не только демократичных силам, вызначение того, что будет отбываться внутри Краины и в внешней политике роли будут невелики. Значит, тому конфликты в Украине, а коли по-иншему проэформулировать, это динамика российского захотных стосунков. Коли будет конфронтация протягиваться, то, конечно, неких максимумов для смены тенденций, которые мы тут позначили, связанные с репрессиями, заморозкой неких политичных процессов и повышение экономичной ситуации, но все тут неких перерулом я бы не бачу. Да и санкции. Навык, коли будут корректировки, как вот Дима скажет, ну, в любом упадке они будут некие косметичные. Вот, коли, скажем, тут динамика будет некая иншая, по некой причине, там, ци войсковые паразы, там, ци, еще что-нибудь такое сдарится, в стосунках по межроссии и заходам будет, ну, так бы мы, есть потепление, теперь нам все некие прикметы нормализации, тогда будут открываться в окна максимальности для змены ситуации в Беларуси. Мы будем сподзеваться, что нечто хоть такое будет бываться. Дякую, Андрей. Дима? Ну, я так само хочу перелечу фактор, я завжды позбегаю прогнозов, коли там хотя бы 60-70% на их неуправлено, а в 2021 году мне подается там казаться об чемстей большим на 15-20% вероходности довольно царко. Ключовые факторы, самый головный не буду оригинальным, то, что казали Вероника и Андрей, это безумовно война в Украине, як она будет развиваться, и тут вельми широкая палитра вариантов, якую я бачу, як она может адлюстраваться на Беларуси. Другой по значности чинник, який на мой погляд будет штурхать падеи, это беларуско-расейске односины, и худшей заданец и не заданец России выкарастовывать их махчым и в контексте беларуско-расейско-украинской войны, и как часто кажут, скарастать в выпадку параза Беларуси, як некий суцешальный пресс. На мой погляд, это нажаль махчым, и это само по себе может стать штуршком до певных падей, на то, что я уже узгадывал, на наступный год гэты короткий павадок удачынение до бюджета такого яща не было, калі замежная краина на упрост контролюе, там, по памяти могу праблыть, 3,1 адсотки адвуд даклад на памяту гэта 10 будзет там адсотку пад 7-8 напэвна нават больш дохода у бюджета гэта вельми значна, гэта уявите, што тая выдатки, які вы запланывали на бегучий год, яны залежат, зможыц вы их реализовать, залежат от тагоцей выканая ваш сусед обывязательства дать вам адповедную частку доходу гэта новая ситуация на 2023 год а тое, што узгадывала трошки Вероника экономичная ситуация так, можа таксама повплывац сама по себе и тут я не бачу такого наибольш верагодного варианта али тое, што яна можа пагаршац не самый верагодный али не самый наймалый верагодный вариант так у якости таком прошки макчымова варианта допускаю новость той, што я называю взрыванию штопа гэта той, што я згадывал сьогодні, што руху на керунку страты тых 27% вуп ён можа аднавіцца напрыклад, калі хлеба з макчымастів экспарту выпадзе і стратіцца тая звыш конкурэнта здольнасті, якая была уластівая пашараву фактору 22-м ході гэта можа вызваць резкая пагаршэння, гэта не азначає, што я кажу, што будзем навіта так, але гэта макчымасті, макчымай развіццё падзей на 23-й год. Ну, і чатвёртае, гэта ставлення з боку захода, новость тоя, што я трошки закранаў, што я допускаю змяніні, як я казаў, ў механізмах санкця, але не толькі пераценку ролі Беларусі магу допустіць, калі спрощаны падыход машынальна, аутэматычна, я б сказаў, працаваў ў 22-м годзе, што Беларусь, гэта хавруснік Расія, паведна, тут трэба адносіцца толькі ў гэтым рэчэшчэ. Да, Беларусі зараз ёсць макчымасті, падыход таму, што Беларусь гэта той суб'єкт, які можа якраз такі стаць актарам і фактарам накераваным супраць Расію гэтым гульнім, і я допускаю, што на заходзі такога кшталту меркавані яны могуць ну, стаць калі недамінуючымі, то памэньшай мэры аказываць ўплыву, якого да гэту не было. Вось комбінація гэтых чутрёх факторів я думаю обумові то, що ми по факту побачим ў 23-м годзе. Дякуємо. Моя члені. Я, наверное, вот продовжу. Разделяю надежды Димы. І мені каже є для цього основання, связані в тому числі с тем, що все-таки Беларусь не попала в последній санкціонний пакет ЕС. Аналогічну линию проводят Соединённые Штаты пока до настоящего времени. И вот если эта линия сохранится, а основанием для её сохранения всё-таки является участие, прямое участие, либо не участие Беларуси войне в Україні. Я думаю, что на этой почве возможна прямая коммуникация с режимом. Я не думаю, что возможно снятие каких-то санкций, не исключаю каких-то изъятий в обмен на какие-то условные зерновые сделки и так далее. Я не думаю, что речь пойдёт о снятии каких-то принципиальных санкций, но в результате вот этого коммуникации формального признания режима на свободу может выйти какая-то часть людей. В общем, в сухом остатке я думаю, что на ситуацию в Беларуси будет влиять прежде всего не сама война в Украине, а степень вовлечённости в неё Беларуси и попытки Лукашенко избежать прямого участия в этом конфликте. Вот так, наверное. Дякую. Ну и Артём? Очень сложно что-то ещё добавить, учитывая, что я согласен со всем, что сказали коллеги. Я бы сказал, что если мы попробуем всё-таки как-то сценировать исходы войны или исходы 2023 года с точки зрения войны и влияния тех или иных сценариев на Беларусь, то есть два относительно маловероятных сценария, каждый из которых может очень серьёзно изменить то, что происходит в Беларуси, и мы даже не можем, мне кажется, угадать или предсказать вектора тех изменений. Первое это втягивание Беларуси напрямую в войну, белорусской армии или белорусской территории, белорусская территория, чтобы стала одним из полей этого боя, полей этой войны, непосредственного столкновения российской и украинской армии, или может быть натовской. Это вот первый такой, на мой взгляд, маловероятный, но сценарий, который изменит всё, изменит почти все тренды, может он обратить, про которые мы рассуждаем. И второй, тоже, на мой взгляд, в 2023 году не доминирующий сценарий с точки зрения вероятности, это какой-то конец войны, то есть победа Украины, или такие всё более и более очевидные и бесповоротные успехи Украины на фронте, то есть череда побед, когда понятно, к чему это всё идёт, но в 2023 году ещё формально не закончится. Но вот если мы видим такой сценарий, который тоже, на мой взгляд, как бы мне не хотелось его видеть, вряд ли реализуется за год, то это тоже будет в каком-то смысле геймченджером для Беларуси, потому что это создаст абсолютно новые стимулы для Минска, для Лукашенко в данном случае с точки зрения балансирования и готовности уступать, и желания снимать санкции и нежелание ассоциироваться с Россией, разделять все издержки, которые будет нести на себе не просто агрессор, а проигрывающий агрессор. Да, но если мы остаёмся внутри какого-то серединного базового сценария, затяжного конфликта, который не выявляет я такого чёткого победителя в 2023 году, то сложно предложить что-то более креативное, чем продолжение тех трендов, которые мы фиксируем. Конкретно во внутренней политике это будет значить продолжение того такой большой тенденции, которую я писал недавно, многие об этом говорили, не только я, о дрейфе в сторону тоталитарного государства, тоталитарных практик, в первую очередь, даже не столько государств, сколько практик. Я жду, безусловно, полной зачистки партийного поля в Беларуси, то есть перерегистрации партий, которые не пройдут оппозиции, дальнейшей криминализации, оппозиционных взглядов как таковых, не только оппозиционной активности. И еще одним важным таким фактором, о котором тоже говорили коллеги, будет изменяющаяся динамика белорусско-российских отношений, потому что я согласен с Павлом в том, что сейчас они переживают ренессанс некие отношения Минска и Москвы, и вопрос, как долго этот медовый год может продолжаться. это все-таки не, если посмотреть на историю отношений Путина и Лукашенко, это не норма в этих отношениях. Норма является скорее трудный, мучительный, конфликтный торг и какие-то скандалы. Понятно, что война сплачивает, понятно, что наличие общих врагов тоже способствует никому-никому откладыванию споров в долгий ящик, но я бы все-таки ожидал, что при более глубоком воздействии санкций на Россию, а в частности в тех отраслях, в нефтянке особенно, которые напрямую связаны с Беларусь, то есть, к примеру, Россия будет вынуждена больше своих нефтепродуктов продавать на собственном рынке, это может повредить позициям белорусских НПЗ. Разные могут быть влияния, которые для самой России не имеют кардинальных последствий одномометных, а для Беларуси российских санкций могут иметь быстрое, серьезное влияние на способность поддерживать хорошие отношения с Россией. В смысле, что если Лукашенко ощущает, что Россия больше не способна абсорбировать весь экспорт белорусский или половину экспорта, который он теряет от западных санкций, или же какие-то другие происходят раздражительные моменты, дестабилизирующие моменты в отношениях, то мы можем увидеть быстрое возвращение конфликтной динамики в отношениях Доларуси и Россия, Минская и Москвы в данном случае, и с абсолютно непредсказуемыми последствиями, потому что атмосфера напряженная, и конфликт а-ля конца 2018 года, который закончился ультиматумом Медведева тогда, в сегодняшних условиях он может значить абсолютно при повышенных ставках абсолютно другие последствия, в том числе и военные, в том числе и столкновения, и там виляния со стороны Лукашенко намного более вызывающие, демонстративные. Поэтому очень важно, как санкции будут влиять на способность России содержать Беларусь. Ну вот, наверное, я на этом и закончу. Спасибо, Артем. Добрый, спасибо. Тут шмат питаний учатся, я, наверное, зачитаю одно из них. Вот здесь такое питание. Как повпливает на ситуацию в Беларуси мягчимый переход та гвалтовного сопротива и репрессия внутри страны. Дробная партизанщина и так далее. Если бы это позитивный сценарь для будущей демократизации, то нет. Спасибо, Антон, спасибо, кто задал питание, потому что это очень интересное. Мы сегодня говорили о том, что этот тренд на милитаризацию с всех боков смазнился. И что в 2020 году было немогчимым, просто табу сказать про гвалтовного сопротива. Сейчас мне кажется это действительно смазнилась такая логика, когда не гвалтовного сопротива не спротива, значит спротива гвалтовного. С пункта влезжения логики не спротива. Не спротива одно это не тарантуе, что спротива его спротива. Но правда видно, что западная тренд трассе, Андрея уже поднял руку, и калей ты уже перш зверну увагу на политичную активность полка Калиновского, то саправдый давай муч ты начинает отказывать. И Андрея пишет, что хотела с нами разведаться, бо еще треба бегше, чтобы хотела сказать напри концы. Я таки хотела сказать дякую за нецекавую дискуссию, вен было приемно с вами всем поразмовлять и успехов всем с Новым годом, с Раством и все на лепше, святла радость и счастья. Вы можете набежать, пробуйте калоскому. Дякую тебе за великую дякую и спасибо что за час. Спасибо . Когда поглядите на практику возьмем Бирму Египет где так сам был раскол тых кто был за гвалтов негвалтов 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 многие десятки сотни прикладов в большинстве выпадках это все вельми худко изнищается негаких стотных насутствов политичных для стабильности системы нема. Можно было одновать отворот потому что выкорестовывается для того как для усмакнения репрессии есть некие оправдания этих репрессий. Неких механизмов по яким бы такое партизанское сопротивление приконсолидованное машине силовой привело до неких стотных политичных изменов я вогли но от ни одного доброго прикладу не ведаю. я не думаю что Беларусь будет выключением нет. Потому что это только трата ресурсов и трата энергии людей я не рекомендовал такие вольные гулять. доброе спасибо Андрей калиласка Артем вашу руку калиласка я в целом согласен с Андреем если мы исходим из представления о том что белорусский режим будет в своей сегодняшней фазе и дальше находиться в следующем году то есть если мы противопоставляем или общество или его части общества какие-то группы пытаются противопоставить консолидированному авторитарному режиму который еще к тому же пользуется военной поддержкой России спорадические акции какого-то партизанского сопротивления то это может иметь некий моральный смысл с точки зрения показать всему миру что у нас рельсовая война и мы не такие как русские поэтому не вводите против нас визовых запретов потому что белорусское общество сопротивляется но если мы говорим но это было именно антивоенное сопротивление если мы говорим об антирежимном сопротивлении то здесь никаких подобных международных последствий позитивных не будет будет разгром этих ячеек если мы говорим о консолидированном режиме как сейчас и будет использование этого для дальнейших репрессий и милитаризации мы уже видим как они реагируют на создание пока еще на мой взгляд довольно таких зачаточных силовых структур оппозиции они создают они увеличивают свои создают новые отряды спецназначения при МВД при внутренних войсках расширяют сеть лицеев милицейских увеличивают чуть ли не в полтора раза бюджеты на 30% на правоохранительную деятельность и на оборону в случае переноса этой активности внутрь страны без того чтобы режим перестал быть таким как и он сейчас мы увидим просто это в квадрате мы увидим дальнейшую милитаризацию дальнейшее движение к полицейскому государству а если мы находимся в другой ситуации в ситуации то что вы сейчас написали в чате 43-45 в ситуации борьбы с оккупацией не виртуальной оккупацией не оккупацией которая признается только несколькими активистами демократических сил как сейчас а когда все общество считает что оно находится под оккупацией когда с этим сложно спорить то в этой ситуации и есть какая-то деоккупационная армия которая вот идет и вот-вот освободит страну от оккупанта или в ситуации какого-то коллапса или предколлапсирующего состояния режимных структур в таких сценариях партизанская борьба наверное может стать компонентом дальнейшей дестабилизации либо оккупационного режима либо разваливающегося авторитарного режима но я не вижу подобных сценариев в ближайшем будущем ну если мы не наблюдаем более активное втягивание Беларуси в войну этот вариант этот сценарий не полностью исключен но он просто очень маловероятен на мой взгляд в остальных случаях параллели с оккупацией не работают потому что Беларусь не под оккупацией с точки зрения белорусов в первую очередь если у вас 90 плюс процентов белорусского общества не считают что они живут под оккупацией то мнение по этому поводу части диаспоры не имеет не влияет на перспективность партизанского движения состоящего из десятков человек вот мое наверное достаточно может быть пессимистичное мнение ну может не такое пессимистичное в конце концов можно вспомнить как первое же слово сахарщика более о том что основная миссия считает не допустить гражданской войны так что в каком-то смысле отсутствия не может может не так уж плохо в конце концов милитаризацию но все не менее окей антон есть у нас еще руки и вопросы и я там вижу часть уже дискуссия про Бирму и Италию историческое и можно тогда посекунку заканчивать потому что у нас сегодня какой-то уже и так чрезвычайный перебор по времени и может переходить к тому что говорила Вероника поздравлением новогодним и прихода в следующее время да я думаю что певно требует закругляться тут есть еще питание в чате но мы так просто не закончим николи уже требует закругляться так есть такой риск тогда судя поддерживаю действительно и подняться у нас нет кто еще бы высказаться поэтому спасибо всем ну вкрате я только можно прочитаю реплику от Михаила Дулько и он пишет так увы не поотримливается что минавито под их под партией разом наибольш близкие большинстве беларусов в Беларуси я тогда сам коротко отвечу подход то может близкий но как сегодня Андрей заметил сложно я не уверен есть у партии разом более чем 3,5 члена все остальные не только в форме гугл-форуме даже выход активистов вот этим только сложно тем менее еще раз всем спасибо кто у нас сегодня участвовал в этой дискуссии нашел время в самые предновогодние времена действительно сложно с новогодней атмосферой бывает в наше время особенно на фоне дискуссии что мы вели но тем менее всем пожелаю счастливого нового года стараться и в это время когда у нас есть возможность отметить праздник своими близкими не всегда лично хотя бы по зуму это уже лучше чем у многих у нас есть электричество у нас есть зум мы близкие живые на свободе тем не менее будем радоваться всего этому и будем надеяться что на следующий год найдутся у нас какие-то интересные сценарии и сможем на них так или иначе влиять и безусловно будем продолжать обсуждение на площадке спиртно-анитического клуба обязательно думаю уже в январе во второй половине тоже к нам вернемся и обсудим то что будет на тот момент наиболее актуальным поэтому спасибо всем спасибо за то что с нами что нашли время берегите себя и с Новым Годом